Спасибо, друзья! Спасибо, друзья! Мы начинаем очередной выпуск программы «Чёрное зеркало» в студии программы Евгений Киселёв. Мне, как всегда, ассистирует Алексей Лихман. Перед началом программы мы с Алексеем, я об этом уже рассказывал в новостях, посчитали, вспомнили, что у нас уже девятая подряд передача, в которой одна и та же главная тема. Это политический, правительственный кризис в стране. И, собственно, в этом году, вот как мы вернулись в эфир после затянувшихся новогодних каникул, в конце января на другую тему мы, в общем, и не говорили. Не то, чтобы мы очень хотели. Не то, чтобы мы очень хотели, но сейчас забрежжила надежда, что вроде бы всё-таки у нас появится на следующей неделе новое правительство. Хотя у меня такое ощущение, что до конца в этом никто не уверен, в том числе и здесь присутствующий. Или я ошибаюсь? За эти девять программ надежда брежжила уже как минимум дважды. Нет, у вас сидит береза, так машет головой, что сразу понятно, что... Я объясню, да, я объясню ситуацию. На самом деле, здесь же хорошая традиция телевидения. Если сезон сериала успешен, он продлевается. Так и с Арсением Петровичем. Из недели в неделю уже третий месяц длится замечательная кольца, премьер-иада. Но я хочу сказать, что Арсений Петрович мне всё больше и больше напоминает холодильник. Я объясню, почему. Знаете, холодильник старый, испорченный, никому не нужный. Его надо выкинуть, его надо убрать с кухни. Но как только к нему подходишь, открывается дверка и вываливается что-то, что надо убрать. Открылась, вываливались старые вещи, открылась, потёк лёд, открылось ещё что-то. Вот Арсений Петрович каждый раз, как только его должны снять, у него открывается дверка. Единственный вопрос, что для того, чтобы выкинуть этот холодильник, нужно объединённые усилия, консолидированные объединённые усилия. А тут каждый раз этот холодильник что-то новое подсаливает. Поэтому во вторник, я подозреваю, дверка откроется в очередной раз. Это вы за Брислава загнули, Борислав. Вот я помню, что 29-й у нас дедлайн. Президент потребовал, чтобы до его отъезда в Америку, он, правда, так не сказал, но мы же все понимаем, почему 29-е, да? 30-го он едет в Америку и говорят, что если он приедет туда с лягушонкой, с коробчонкой, под лягушонкой я имею в виду, неразрешённый, не-не-не-не, неразрешённый правительственный кризис, то его ждёт там прохладный приём. Евгений, но вы видите возможность, чтобы президент как-то надавил на премьера, чтобы он ушёл? Назовите мне вариант, при котором президент... Вы мне назовите. А вот нет этой ситуации, у нас коллизия существует. У нас можно объявить, как бы, вот он недоверие, а премьер никуда не уйдёт. И ситуация в том и заключается, в том проблема, что в данный момент один человек держит в заложниках всю страну. Личные амбиции и личные интересы превалируют над всем остальным. Поэтому в данный момент, как нормальный политик, Арсений Петрович должен смотреть в будущее. А, ну не в своё будущее, где лежит приватизация облэнерго, одежда припортового. Арсений Петрович, так я и представляю. Он бы сейчас вам сказал, я вам, господин Берёза, ничего не должен. Он ещё одно говорит. Помните? Он сказал, это его слова, если вы предоставите премьера, я уйду в отставку. Отлично. Наконец-то партия власти выдвинула Гройсна. Где отставит? Теперь каждый раз будет новая идея. Этого уже мало, да, Андрей? Этого уже мало. Я просто дивлюсь на постоянные бенефисы Береза и каждый раз диву даюся, как он красиво и шикарно выступает. Но давайте просто прояснимо ситуацию. Борислав говорит про то, что премьер сказал, что дайте премьера и я иду. Ні. Это не правда. Вы трошки не так говорите. Я поясню. У нас зараз, на цьому тижні, з'явилася ещё одна додатковая проблема. На жаль. У нас де-юре зникла коаліція. Теперь у нас на одне завдання больше. И теперь мы должны понимать, что действительно президент 30 числа в середу еду до США и должен там представить, что же дальше будет с нашей страной. Каким образом мы будем выходить из этой штучно створенной политической кризи. И действительно, и Народный фронт, и я уверен, все народные депутаты и все фракции готовы до того, чтобы мы до 29 числа мали конкретный результат решения этой проблемы. И больше того, я наголошу, что Арсеній Яценюк до этого готовый. Теперь идем по крокам буквально. Нам до понедельника, а это средний. Готовый до створения новой коалиции, но не более. Нам три дни. Дозвольте, я просто продумаю. Вы знаете, вот история про то, что у нас коалиция только что развалилась, это, знаете... Ну давайте говорите де-юре, вы розумієте? Де-юре, она развалилась на цьому тижню. Де-юре это какое-то политическое напёрстничное. Добре, давайте не будем... Пан Игент, пожалуйста, но это откровенное политическое шумерство. Давайте... Понимаете, вот с помощью разного рода юридических иезуистик, мы провозглашаем коалицию только что развалилась, хотя она развалилась в середине февраля. Коалиция развалилась на цьому тижню, вона развалилась, это факт. А до этого она существует в середине февраля, мы должны создать первую новую коалицию, другую, мы должны... А теперь на этой неделе радикальная партия сказала, что она взяла и вышла. Я просто не понимаю, почему на цьому тижню. Я никогда не перебиваю. Дозвольте, я просто продумаю. Я прошу, вы знаете, что вы знаете, что развалилась страна, и нужно не в Вашингтон ездить, а в Курахово, в Селідово, и не столько для вас, как для керевництва государства. У нас есть шансы и склеить до 29 числа. И главное, что дальше, кулуарно-змовно, переставляют стильцы, а прозвища те самые. Подивите, кандидаты, есть и другие прозвища. Есть молодые украинцы, есть кто-то пройшел очищение? Жодного. Бюджет, которым, как мародеры, ухвалили и в темряве запропонували всей стране, запропонували санитаркам зарплату, сколько? 1200 гривен. Запропонували в месяц. Слушайте, у вас будет прекрасный шанс критиковать 2,5 тысячи. Потому что коррупционное болото, которое сберегает, это вот, что насправді, есть интересом всех кулуарных змов. Что за этим стоит? Коллеги, дозвольте просто продолжить, чтобы мы понимали. Но вы никогда не признаете, чтобы жоден из вас не поехал до людей и не провел прием граждан, которым вы так клялися сменить государство. Послушайте, сейчас мы очень прекрасно говорим лирику, но у нас осталось 3 дней, 3 дней на то, чтобы мы решили, чтобы мы решили, не треба лирики. Нам зараз не треба ані лиричных выступлений, нам не треба ніяких политиканств. Нам треба просто виконати кроки, створити коаліцію, презентувати премьера, программу и уряд конкретных людей. Задовольнити заяву Арсения Яценюка, если така будет, парламенту про его добровольную отставку, и только тогда голосовать за премьера, за каждого министра, которого мы должны. И вы это хотите сделать за 3 дня, а вы за полтора месяца это не сделали. У нас, у нашей страны, сейчас нет выхода. Мы должны в 3 дня это все сделать. Как это сделать? Фактически, это очень сложно. Вы скажете, за каждого министра? Я вам больше то скажу. Я вам больше то скажу. Вы знаете, вы хотите? За каждого министра? Вы хотите, чтобы я вам рассказал? Я весьма чумом. Обратите внимание, этот человек говорит за каждого министра, и перед этим именно их премьер принципиально сказал. Или пакетом за всех, или не за кого. Прекрасно. А хотите, я вам расскажу, что есть статья законная. Есть статья законная про кабинет министра, яка предмечает, что за министра можно голосовать, как пакетным голосованием, так и за каждого министра. Но мы повинні каждого министра бачить, чути и дивиться на его программу. Если вы настолько верите в программу в 3 дня, четко ответите за премьера Гройсмана за эти 3 дня. Вы проголосуйте на любой фронт. Это не просто вопрос. Вы знаете, я сегодня был на... Я спросил, я попросил дать... А я не могу вам ответить. Чоткий ответ это да или нет. Если я вам ответить так, это да или нет. Если я вам ответить так, это не будет полный ответ. Я вам хочу пояснить свою позицию, вы не хотите ее выслухать. Подождите, Федушка. Давайте выслухать. Если вы задаете питание, пожалуйста. Алексей, Андрей, я прошу. У нас в прошлый раз очень организованно проходила передача, потому что в начале программы... Я тяка, что у меня не было. Не-не, не поэтому. Я просто в начале программы рассказал байку. Как борются на американском телевидении с людьми, которые очень много говорят. У каждого наушничек есть в ухе. Мы, к сожалению, это не можем обеспечить. Украина это все-таки еще не США. И когда человек начинает очень долго говорить, ему говорят... 45 секунд осталось, потом 35 секунд. Так прекрасно. Алексей задал питание. Я хочу ответить. У вас уже 15 секунд осталось. Прекрасно. Я вам ответил очень коротко. Я сегодня был на встрече на презентации, которую презентировал гипотетично новый премьер-министр пан Гройсман. Так вот он чётко сказал, что на моё вопрос конкретно, если вы, мы за вас проголосуем, как вы будете погодживать и презентовать парламенту своих министров. И он мне чётко ответил, что я буду их в широком коле обговорювать, обговорювать их программу, каждый окременный кандидат. И только после этого мы сможем за них голосовать. Всё. Иншого варианта не имеет. Три дни. Чего можно сделать? Я... Подождите. Или я плохо слышу, или я соображать уже стал. Где был ответ на мой чёткий вопрос? Народный фронт поддержит Гройсмана на премьера или нет? За тех умов, которые... У вас неорганизована публика. Как для тугодума. Повторите, пожалуйста. За тех умов, которые наголошит Народный фронт, мы готовы голосовать за Гройсмана, за Яресько, за любого, кого запропонует президент парламенту. Но есть умовы. Премьер, Кабмин, программа, поддержите. Сейчас, пожалуйста, скажу, уважаемые коллеги. Буквально, всё, всё, всё. Я всё распил. У нас нет этапы. У нас нет этапов. Давайте будем говорить объективно. Давайте будем говорить объективно. Я немножко помогу своему коллегу Андрею из фракции Народный фронт. Нам необходимо всем признать о том, что страна находится за несколько дней до хаоса и до упадка. Сегодня она находится в состоянии пока что паралича. Можно я сразу уточню? Три недели отпуска вас в этом убедили. Необходимо всё-таки Арсений Петровичу очень серьёзно ответить самому себе на этот главный вопрос. Вся проблема в том, что он воспринимает свою отставку как своё личное поражение. Друзья, это неправда. Это не так. Это нормальная мировая практика. Смена правительства. Нет доверия к правительству. Нет доверия к кабинету министров. Он должен уйти в отставку. Потому что когда не будет доверия, будут обязательно пробуксовывать реформы. И коалиция у нас на самом деле развалилась и начала разваливаться. Ещё в прошлом году, с лета месяца, когда все мы вместе с вами, народные депутаты, вся страна почувствовала эту пробуксовку. Это правда? Это правда. После этого была адекватная реакция и выход из коалиции фракции Радикальной Квартии. Максим, извините, я вас перебью. Вы у нас впервые, мы здесь, в этой программе, стараемся с Евгением выудить у гостей не констатацию фактов и не то, чтобы они говорили лозунгами, как делаете сейчас вы, и не рассказывали о том, в каком дерьме мы находимся. Это мы и знаем не так. Я говорю сейчас о рецепте. Именно поэтому, я воспринимаю отставку правительства и отставку премьер-министра, как новый инструментарий для решения тех вопросов, которые у нас сегодня есть. Он на митинге. Вот это и есть самые главные вещи. Что сегодня людей интересует не фамилия, какая будет у премьер-министра, у министра, у народного депутата. Людей конкретно интересует пошаговый план четкий с указанием рэперных точек, когда будут осуществляться необходимые преобразования в стране. И не просто на какие-то митические 5-4 года, на конкретный квартал. Этот план писать нужно, но вы его разрабатываете, назовите хотя бы несколько лет. Сегодня, я вроде дали слово, потом забрали. Одну секундочку, я просто хочу реплику. Мне кажется, что Максим Курячий не прав, когда он говорит... Курячий, Евгений. Курячий, простите. Извините за неправильное ударение. Максим Курячий, на мой взгляд, не прав. Я не готов согласиться с тем, что людям безразличны фамилии. За каждой фамилией стоит определенная история кредитная, политическая, стоит определенная репутация. Помните, что Ерейска написала? О ее посте можем там потом отдельно поговорить, почему она написала этот пост, какой там был месседж, как говорится, заложен. Но она сказала первое, что нужно найти людей с безупречной репутацией для работы в правительстве. По сути дела, она говорила, на мой взгляд, о том, что таких людей в правительстве сейчас нет. И мне кажется, что... Но мне не ее. Я считаю, что вообще украинской политики не должно быть места ни для мерзавцев, ни для проходимцев. Слушайте, украинская политика не должно быть случайных людей. Господа политики, я хочу предоставить слово сейчас немножечко. Вы охолоните, пусть поговорят журналисты, эксперты. Вот, пожалуйста. На самом деле, понятно, что нет у вас никакой программы. У вас есть банальные просто торги. Это ясно. Ясно, что Арсений Петрович держится на свое кресло, прикрываясь различными такими своими слоганами, лозунгами. У меня вот какой вопрос на самом деле. Петр Алексеевич Порошенко приглашал Наталью Ересьеву, которой был, в общем-то, доволен. Которая заявила, что она готова возглавить Кабмин технократов. Кабмин технократов, в чем смысл Кабмина технократов? Люди, которые не будут думать о своем каком-то там политическом будущем, не будут страдать популизмом, просто будут делать свою работу. Непопулярные реформы и так далее и тому подобное. Так вот, с одной стороны, есть Арсений Петрович, который, безусловно, утратил там кредит, там, доверие парламента, всего. Хотя, когда вы еще в коалицию собирались, там доверия вообще не было. Так вот, с другой стороны, сейчас предлагают премьер, кандидат в премьер-министры, Владимир Борисович Гройсман. Я вот напомню, что с одной стороны Кабинет Министров, с другой стороны, есть парламент, который должен поддерживать все инициативы Кабинета Министров. Они поддержаны процентов на 40. Так, в этом есть вина Владимира Борисовича Гройсмана, который сейчас кандидат в премьер-министры Украины. Я не вижу смысла такой вот замены. Это опять политические торги, просто банальные. Від перестановки доданки сумма не меняет. Больше того, сегодня очень важный сигнал, на жаль, негативный. Всяму суспільству надписала та самая партия владыча режиму, кого сами они выключили из своих лав. Назвите Томенко и Фирсов. Две люди, которые не боялись заявить и требовать очистить от коррупции саму партию влады. И в этот самый день пропозиция принимает. То, что сегодня произошло на съезде партии блока Петра Порошенко «Солидарность», это не что иное, как прививка от политической коррупции и от политической проституции. Об этом все непосредственно много мечтали и об этом давно говорили. Максим, назовите, пожалуйста, хотя бы одну демократическую страну Европы, где... И тогда будет президент, премьер-министр, и... Я все-таки хочу спросить у Максима. Максим, можно меня не перебивать? Максим, назовите хотя бы одну европейскую страну, где подобные прививки практикуются в парламенте. А где в другой подобной стране, где мне понравилось, возможно, перекупить депутата, кроме как Украина? Подайте, в чем парадокс, о том, что слово «тушка», само понятие «позорная тушка», придумал в свое время Николай Томенко. Он автор этого закона, он автор этого слова. И сегодня он попал в эту категорию, и мне об этом печально, об этом говори. Какую категорию об этом говори? Подождите, я говорю всем юристам. Здесь про юристы. 81-й сотрудничества в Украине. 30 секунд. 30 секунд. Ответьте, пожалуйста. Ответьте мне, пожалуйста, Максим. Максим, вы слышите мой вопрос? Я вам не буду давать слово просто. Пожалуйста. Вы что, хотите сказать, что господ Томенко и Фирсова кто-то перекупил? Что они политические проститутки? Они вышли из фракции, по спискам которой они стали членами украинского парламента. 81-я статья Конституции говорит чётко, чёрным по белому. А тот, кто избрался по спискам от политической партии, должен войти во фракцию. И его добровольный выход из состава фракции означает автоматическое прекращение изложения его мандата. Депутатский мандат – это не частная собственность. Я автор этого проекта. А в отзыве народных депутатов есть 81-я статья Конституции. У с вами всё ясно. Спасибо. Давайте дальше. Спасибо. Давайте пойдём дальше. Действительно гласит о том, что такая ситуация существует. Но я могу сказать, что среди всех стран, которые действительно имеют императивный мандат, а это такие уважаемые страны, как Финнесуэла, Куба, Северная Корея, то есть как бы сейчас ещё присутствует Украина. Но я могу сказать, что для страны, которая движется в Европу, закон 37.00, который фактически протянули, а это о партийной диктатуре, это недопустимо. И если мы хотим не словом, а делом соответствовать, то тогда, господа, хочу вам сообщить, что мы нарушили более 10 директив и позиций европейского общества. Это правда. Европарламент. Борислав, я думаю, Венесиэлу задали. Венесиэла и Украина, где и на каких местах по уровню инфляции? Я хочу закончить, что самое главное, что, знаете, я могу гарантировать одну вещь. Максим, это очень жёсткое обвинение. И если вы сможете подойти к Николаю Томенко и в лицо назвать его тушкой политической проституткой, то на это посмотрели бы весь парламент. Потому что Томенко человек пользуется уважением. Это правда. Я хорошо знаю Николая Томенко. Вы бы всех детей привели. Я его, Николая Томенко, называю своим товарищем и приятелем. Я уважаю его за морально-этические качества. Погодите, по пять минут его назад тушкой назвали. Когда он шёл соснать на него один из факций, он должен был понимать о последствиях, которые за этим следуют. И самое главное, друзья, я хочу вам напомнить про Януковича. Как в 2010 году, после прихода к власти, благодаря таким вот тушкам, благодаря тому, что он перекупал членов украинского парламента. Когда они добровольные тушки, тушки, табаловы, тушки, табаловы и теперешних, то дни были кислотами. Хорошо, разве сказали А, скажите В, скажите, кто? Тишина. Скажите, кто и сколько? Нет, это важно. Это важно. Сказали А, скажите В, кто и сколько дал Томенко на лапу и за что? И егор. Послушайте, я сегодня не сказал о том, что кто-то взял... Вы назвали их всего лишь политическими проститутками. Но если он не выполнил обещания, то он не выполнил обещания, которые давалось людям. Если он не выполнил обещания, то у вас есть информация, сколько денег взял Томенко и от кого. А я над этим работаю. Ну, что вы работаете? И не кнузьте, пожалуйста, де сверхинги. Максим, у вас есть информация, сколько и от кого денег взял Томенко и Фирсов взяли. Я не обвинял своих коллег Томенко и Фирсов в том, что они брали деньги, потому что об этом у меня деньги. На основании чего вы их назвали политическими проститутками? Я называю политическими проститутками тех людей, которые предают своих избирателей, которые говорят одно, делают другое и демонстрируют вообще третье. Вот это я считаю нечестно. А может своих выборцев зраджуют те, которые не выполняют свои политические обещания, которые занимаются коррупцией, которые используют свои владные повновения, будучи народными депутатами? Скажите, пожалуйста, эти народные депутаты, как они? Они нормально поводятся? Они выполняют то, что они обещали? И именно поэтому я зарегистрировал свой законопроект в парламенте. Об отзыве народного депутата. Это на тех депутатов, на которых нападает амнезия после выборов. Когда они перестают общаться с людьми, когда они теряют связь со своим местом, когда они отрываются... Максим, извините, я заканчиваю вас, пенитис, слово Вадима Карасеву. Максим, услышьте нас. Здесь вы не один. Вадим Карасев, пожалуйста. Николай, ну, во-первых, по поводу Томенко и Фирсова. Это авторитетные депутаты, у Томенко большой опыт, Фирсов перспективный депутат и пользующиеся доверием общества, гражданского общества. Поэтому, конечно же, это плохой прецедент. Но есть один тут урок в этом законе. Значит, это урок к тем активистам, которые проникли в разного рода партии вождей. Надо было создавать и нужно создавать партию активного гражданского общества. Иначе просто будет трудно с середины добиваться своих целей. Потому что слишком заблокована, зашлакована вся эта партийная иерархия. Поскольку наши партии, это частные партии, между прочим. Это партии вождей. Это частные партии. Это не партии общества. Это не партии народа. Это не гражданские партии. По классификации, портологии. Как западных европейских демократий. Теперь о холодильнике. Главный вопрос. О холодильнике, да. Холодильник выбросят. Скоро. Вы уверены? Выбросят его, да. А почему Народный фронт проголосует? Это ответ на вопрос Алексея. Да потому что выбор. Или на досрочные выборы идти Народному фронту. Или надо соглашаться на Бориса Владимировича Гройсмана. Сначала была альтернатива Ярейска и Гройсман. Владимир Борисович. Владимир Борисович, извините. Ярейска испугали. Потому что команда ничья. Как там она сказала? Правительство ничьих. А зачем тогда в парламенте? Для сохранения мандата можно холодильник придать. А зачем в парламент идти, чтобы иметь правительство ничьих? Как это так? А что будет делать парламент? Что будут делать депутаты? Что будут делать вожди, лидеры и так далее? Нет. Это не наш путь. Наш путь, политическое правительство, другое дело. Оно должно быть, раз оно политическое, а не технократическое. Оно должно быть более автономным. И от популистских импульсов, и от олигархических, лоббистских интересов. Вот удастся ли такое правительство сделать? Я не уверен. Но главное, кризис будет разрешен. На этой неделе или через неделю Гройсман будет избран. Если через неделю, то президента ждет холодный душ. Душ холодный и так ждет, потому что я сейчас к этому холодному душе чуть-чуть дальше перейду. Так вот, но это же не решит кризис. Это отложит его. Потому что если парламент полтора месяца не может перегрузить правительство, значит проблема не в правительстве. Не в фамилиях, не в персонах, а в парламенте. Это такой парламент, что он не может создать нормальное правительство и нормальную коалицию. Подождите, а так герои-то вы, потому что вы депутаты партии и так далее. Поэтому все равно к осени надо готовиться к досрочным выборам. Ну так, ну не хочется, но придется это делать. И теперь главное. По поводу, все это складывается в такой пазл. Вот ситуация вокруг прокуратуры. Исключение депутатов из этих фракций. Так, премьер, который фактически входит в президентскую команду. К чему это идет? Это идет к тому, что все-таки сейчас президент вынужден или по другим каким-то причинам концентрировать вас в своих руках. Почему? Потому что сегодня надо, очевидно, нам проводить более взвешенную внешнюю политику. Понятно, что Россия это там, но быть немножко независимым и по отношению к Западу. Потому что Запад, ну я не хочу это слово употреблять, сливает. Но тем не менее будет заставлять нас делать то, что необходимо будет делать там по Донбассу, по другим вещам и так далее. А может и не будет, подождите. Нет, я не верю, что будет заставлять. Я не верю, что будет заставлять. Про внешнюю политику поговорим отдельно, ладно? Да, да. Но я хочу сказать, что наступает время, которое я бы назвал бы так. Это авторитаризм независимости. Понимаете? Для того, чтобы сохранить независимость, построить государство, нужно укреплять сейчас президентскую вертикаль. И быть более, так сказать, скажем так, ну государственной дисциплиной, чтобы была. Более выстроена политика. Потому что у нас партий много, политическая система есть, а государства-то нету. В России наоборот. Там политической системы нет как таковой. Но там есть президентское государство, президентская вертикаль. Очень далеко ушли. Нет. Это я говорю о том, что надо создать какой-то более оптимальный баланс между партийной системой, чтобы она работала, и государством. Чтобы партии, коалиции, партийные дрязги, лоббизм и так далее работали на государственный интерес. Потому что мы забыли такое слово. Мы забыли такое слово. Стейс райзон, понимаете? Стейс райзон – это государственный интерес. То, с чего начиналось современное государство. Понятно. Юрий Чужман, вы еще ничего не говорили, Ален, вижу. Ну, насправді, мы тоже не забыли. Своими обещанками перед народом Украины. Тому, если это обещанка Гройсмана, то мы ничего не видим. Мы видим только узурпацию влади, когда президент хочет иметь большую фракцию в парламенте, а с поддержкой по блоку и других олигархических принципов, подменить такую коалицию, которая создается. С другой стороны, он хочет управлять Кабинетом министров и иметь президентскую вертикаль. Таким образом, мы практически имеем в тей модели, которая сегодня запропонована, полную узурпацию влади. Я очень уважаю Володимира Гройсмана. Он имеет очень большой опыт административной работы, как мэр города, показал результаты. Но он должен сегодня дать себе ответ. Он будет тенью президента Порошенко, или он хочет иметь будущую политическую сенсу в Украине. Юрий, ваша фракция будет поддерживать кандидатуру Гройсмана? На сегодняшний день мы не готовы поддерживать Гройсмана. Не готовы? А если место в Кабмине? Мы первым, что мы не слышали, и мы завжди говорили. Мы хотим программу почути сразу. Нам без разницы Ярейско или Гройсман. Нам главная программа, которая отвечает... Юрий, а если дадут место в Кабмине, а говорят, вы два хотите? Справа в том, что говорить будь-кто. Так, говорят, что там и место в Кабмине. Юрий, ну вот знаете, вам верить как-то, не лично вам, радикальной партии. После того, как вы за 4 часа до бюджета его критиковали в пух и прах, и слова там хорошего не находили, а затем дружно подняли руки и объяснили это спасением страны, то кто знает, что вас заставит в этот раз в очередной раз спасать страну и проголосовать за Кабмин? Мы предлагаем, в общем, в другую систему. Потому что еще было основное питание у Яценюка. Что ему постоянно кто-то заважает. Министр на его, той на его. Потому что мы предлагаем сегодня БПП и Фронт Узмин полностью сформировать уряд без нас, чтобы они несли ответственность. Это две наибольшие фракции. Мы готовы очолить Верховную Раду, и мы забезпечим, что эта коалиционная угода, которая сегодня есть, она будет иметь номер один. Вы хотите очолить Верховную Раду? Так. Я правильно понимаю, что все-таки в этих торгах ваша фракция... Секундочку, Юрий, Юрий, давайте уточним, это очень интересно. Я правильно понимаю, Юрий, ну не делайте вид, что вы меня не слышали. Юрий, я правильно понимаю, что торги все-таки с вами ведутся. И вы готовы подставить свое плечо новой коалиции и новому Кабмину Гройсмана в обмен на пост спикера Верховной Рады для Ляшка, как я подозреваю. Мы в первую очередь готовы подставить плече Калини, которая сегодня... Да или нет? Я правильно понимаю или неправильно понимаю? Да или нет? Політика – это всегда вопрос о распределении влады. Закон даже так и пишет, что политические партии – это организации, которые борются за владу с методом реализации своих программ, которые им доручили народу Украины. Окей, вы боретесь, правильно? Кто-то идет в политику, не борются за владу. Мы брешем. Політики все борются за владу. Питание, как они их хотят использовать. Чи они хотят сделать для краины что-то доброе? Ну естественно, вы хотите во благо Украины. Скажите, что вы просите в обмен на свою поддержку? Понимаете? Это, как мы раньше всегда спекуливали, что бюрократизм – это плохое. Я мечтаю, чтобы в стране были правильные бюрократы, которые до одной буквы выполняют закон и ничего лишнего. Юрий, я вам верю и искренне, что вы радеете только за судьбу украинцев и Украины в будущем процветающую. Что просите за это? Ну, понятно. Мы пока что... Спикером, мне кажется, что-то еще в Кабмине надо. И сегодня, кто был на встрече с Ройсманом, мы четко ставили вопросы не про распредел Кабмину, а про те реперные точки, которые есть нашей программой. Если мы их вырежем, тогда, в принципе, мы даже сегодня не рассматриваем ни одного нашего министра. Хорошо, а если программа, но без единой должности? Нормально. Нормально? Нормально. Хорошо, запомним этот ответ. Спасибо. Алена Викторовна, наверное. Алена, вы будете... Спасибо большое. Я вот несколько вещей. Первое, что я думаю, этот кризис, он такой в чем-то первой уникальной в украинской истории, потому что никогда такого не было, когда президент говорит премьеру «Уходи», а премьер в открытую над ним издевается. Даже во времена, там, излишне, как говорили демократичного президента Ющенко, когда он сказал Тимошенко «Уходить», она ушла в отставку. И премьеров таких больше нет. Фактически идет такое насмешка над властью. Второе, что когда вы говорите, ребята, про программы, это вот не врите ни сами себе, ни зрителям. Мы упустили еще очень важный момент. И на этой неделе о нем писала пресса в отношении того, что главный торг идет не за должности министров, и даже не за должность спикера, где они просто в тупую хотят поменяться от «БПП человек станет премьером», а от «Народного фронта»… Очень важный вопрос генпрокурора. В открытую говорится о том, что давайте проголосуем отставку нового премьера только в обмен на генпрокурора. И на этой неделе очень многие издания написали, что Арсений Петрович на полном серьезе обсуждает вопрос своего назначения генеральным прокурором. Это после того, как практически все общество, главная претензия – это претензия в коррупции, к действующему Кабмину. При этом сегодня была одна фраза, которая пролетела как бы краешком, о том, что на этой же неделе ЦРО опубликовало доклад, по которому мы на первом месте по инфляции мы опередили Сирию, которая находится в состоянии войны, у нее там 33 с небольшим процентов, у нас 49, и об этом никто не говорит. И когда говорят о том, что давайте поменяемся, это насколько надо быть циничным, чтобы говорить, вот сейчас мы поменяем, определим новые ориентиры, определим новую программу, а что вы делали полтора года? Сейчас вы поменяете одного на другого, и будете опять же то же самое рассказывать, от того, что Арсений Петрович, как бы обуревая мыслями о припортовом заводе и другой приватизации, если это будет делать Владимир Борисович, что изменится для украинского общества, для простого украинца? Ничего. Николай, ну и вы не констатируете ситуацию, говорите, как, что делать? Как делать? Самое главное. Я считаю, что в этой ситуации два главных вопроса. Вот если партии, которые, а теперь они должны действительно сложить коалицию, потому что наконец-то радикальная партия вышла из коалиции уже окончательно де-факто, они должны на себя взять ответственность о том, что было. Не один Арсений Петрович или Народный фронт, а все партии и коалиции во главе с президентом должны сказать, мы несем ответственность за то, что происходило эти полтора года. Второе. Второе. Если они не хотят вести этой ответственности или они не хотят перед народом как бы спросить разрешение, скажем, попробовать еще раз, то единственный вариант это только досрочные выборы. И это цивилизованный путь. Я говорил уже неоднократно, что это большие риски, что это действительно серьезная опасность для страны, потому что действительно есть много вопросов, которые есть у страны, кроме выборов на сегодняшний день. Но без выборов эту проблему никаким образом другим не решить. Понятно. Понятно. Ален, давно вы просите слово, пожалуйста. Да, да, дякую. Ну вот вы знаете, послушавшись за то, что тут происходит, у нас каждая криза, она повторяет те кризи, которые уже были. И если делать одно и то же самое, что мы уже делали р год тому или піврока тому, то нового результата, извините, не будет. Поэтому мы, например, пропонировали еще месяц назад, когда ця криза началась, какой-то новой механизм ее решения, да, забрати там Раду коаліції, сказать, какие программные цели мы можем закласти, какие дедлайни поставить напротив каждого законопроекту в коаляційной угодке. Ну, этого ничего не было сделано. Ну, извините, давайте скажем правду, центр принятия решений не находится в парламенте. Вот тут сидят все депутаты, они не бывают на этих переговорах, принайменно, скажите, кто был на переговорах щодо кандидатури Яреська чи Гросьмана. У нас есть стратегичная сімка президента, переговоры ведутся в администрации президента с конкретными людьми, нас туда не запрошуют. И когда мы сегодня приходим говорить про программу, извините, программа всем байдуже, потому что действительно делят посады, делят какие-то коррупционные посадовые особи, и, на жаль, ну, коаляційная угода, вона не изменяется, программа не изменяется, дедлайнів немае, а мы делаем только конкретных людей. Ну, что абсолютно непропустимо. А вашего лидера Юлию Тимошенко не зовут на эти переговоры? Ну, вот сегодня нас позвали, действительно, сегодня нас позвали вперше, насколько я понимаю, так открыто. И сегодня, когда мы начали говорить свои конкретные требования, говорить про то, что мы требуем конкретную позицию по нашим тарифам, по справедливым тарифам, мы требуем конкретное продолжение моратория на продаж сельско-господарской земли. Я лично писала, что мы требуем возможности борьбы с коррупцией в новой реформе государственного управления. На этом мы ничего не слышали. То есть, говорится про посады, МРОВА йде про Володимира Борисовича Гройсмана. И от него, на жаль, мы этого не чуем. Поэтому, давайте так, чтобы уникнуть кризи, нам нужно дойти трошки по-новому. Ну, а что до трех дней, которые у нас остались, ну, вы видите, мы это чувствуем каждый раз. А на сегодняшний день вы поддержите Гройсмана? Вы поддержите кандидатуру Гройсмана? И на каких условиях? Дуже чётко сегодня мы сказали свои умовы. Сегодня их было 5. Это то, что должно быть вписано не просто в коалиційную угоду, потому что вона не выполняется. Мы это увидели за півроку. Это должно быть озвучено новыми министрами, новым премьером. Мы должны провести с ними принаймні какую-то беденную фракцию. Сначала надо утвердить кандидатуру нового премьера, а потом он должен будет ввести сначала на коалицию создать, которая нет. Нет, сначала надо сказать коалицию. Сначала коалицию, это вообще не обсуждается. А потом за всеми фракциями мы должны обсуждать кандидатуру премьера. Мы не можем створить коалицию, если у нас абсолютно разные ценности, если наша программа не поддерживается. У нас есть конкретные пропозиции, конкретные проблемы, которые были с предыдущей коалиционной угодой. Давайте их решить. Но так вопрос не случилось. А портфели в Кабмине в подпиське предлагали? Три тижни цього не было. Три тижни нас не звали на жодні перемовини. Три тижни мы абсолютно не знали, что происходит. А теперь нам говорят, у вас три дни или президент будет очень плохо принятий. А портфелями соблазняли или нет? Алена, портфелями в новом Кабмине соблазняли или нет? Я особисто никогда не слышала про эту информацию. А вы хотите пойти в новый Кабмин? Я особисто. Не вы особисто. Вы представляете здесь Батьківщину? Нет. За нее я вас и спрашиваю. Давайте так. Я вважаю, что мы сейчас как на меньшую фракцию мусим иметь ту ответственность, которую нам дали. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Ну, конечно, мы хотим изменения в державе, мы про это говорили еще тогда. И мы про это говорим сейчас. Но я могу сказать просто про три дня. Памятаете, мы тут были на эфире, когда было так же самое вопрос по бюджету. Когда нам сказали або вы голосуете бюджет, або с 1 сечня у нас будет криз, и МВФ надасть горшей. До этого это же самое было по реструктуризации бургов. Або вы голосуете всю реструктуризацию, або у нас дефолт в стране. Вот сейчас это же самое. Або вы голосуете кандидатуру премьера, або президент едет, у него холодный душ и будет проблема в державе. Ну, сори, we don't bite. Мы больше в это не верим. Все. Понятно. Зараз не все залежит от батьківщины. Зараз больше залежит от Народного фронта. Оце пан Карасов говорил про выборы. З нульовым відсотком никто не хочет идти на выборы. Это по-перше. Но они также зараз торгуются за министерские портфели. Чтобы оставить Авакову, чтобы оставить Петренко, чтобы здобути Министерство науки и освяти, Нафтогаз, также Министерство экологии, кресло спикера Украинского парламента. Ну и, соответственно, какая-то посада для Арсенія Петровича. Чи это Генпрокурор, чи это Национальный банк Украины. И вот и где сейчас то. Но так же не просто так Арсеній Петрович на сегодняшний день встречался с Ахметом. Идутся так же еще с олигархами переговори. Чи он может залишиться еще дальше и выполнить все эти обязательства за неголосование, в частности, оппозиционного блоку. Бо памятаете, когда оппозиционный блок голосовал за выставку уряду, оппозиционный блок вышел из зала. Что вы рассказываете? Не могли представить, когда вы поставили на голосование отставку Азарова, когда мы были в минулому и мы вышли за лу, не проголосовали. Вы никак не оппозиционный. Что вы рассказываете, брия? Послушайте меня. И реально сегодня Аяценюк домовляется с олигархами, чтобы залишиться, чтобы приватизовать украинскую землю, приватизовать за бездень украинские державные Вы привели ценю как власти в 2014 году. Если бы не ваши голоса, где бы вы были ценю? Секундочку, а можно вопрос? Как вы считаете, как считают ваши коллеги, представители, у вас нет фракции, но группа депутатов от партии «Свобода» есть. Какой путь лучше? Может быть, выборы досрочные? Если влада хочет узурповать полностью всю вертикаль, то есть президент, премьер, великая фракция в украинском парламенте, без которой никакой законопроект не пройдет. И если она реально одет три дня, если она не может, не может и не хочет, однозначно нужно идти на перевыбор и перезагружать эту владу, перезагружать украинский парламент. А можно мы Сашу Боровика послушаем? Единственный человек, который ни слова не проронил. Как вы думаете, чем вся эта история закончится? Честно говоря, я абсолютно без слова. в том смысле, что... Потеряли дар речи? Я так подозреваю, ругаться матом у вас здесь нельзя. Если я начну, вы меня больше не пригласите. Мы сделаем вид, что мы не расслышали. На самом деле, я помню, у Бену Кидзе были слова, что украинской элите выпало удивительное право повлиять на развитие мира, но, к сожалению, они это потеряют и не используют. И когда ты смотришь, что... Ну, в общем-то, так и есть. Парламентариям, президенту, прокурору, премьер-министру, этому несчастному, в общем-то, было дано уникальнейшее право поменять ландшафт Европы. И они его просто профигачили. То есть, и теперь такой кризис, и смотришь на это все, и базар такой детский какой-то, неинтересный, исключили по правилам, не по правилам. Это вы к привозу уже быстро привыкли. На самом деле, мне это совсем неинтересно. Я хотел бы уйти, не слушать это все. Мне кажется, сейчас выход, к сожалению, такой, потому что вы профигачили этот шанс. Нужно назначать Гройсмана, дать ему шанс, дать правительству ему шанс. Это будет не идеальное правительство, но это будет то правительство, которое сейчас вы заслужили. И если он справится хоть с чем-то, я подозреваю, он не будет каким-то серьезным реформатором, потому что он выходит из системы, он будет в этом парламенте. А вот некоторые говорят, что он был очень успешным мэром Винницы, и очень многое там сделал. Вполне, вполне. И винничане говорили, вот бы нам такого президента. Да, нет, на самом деле, на самом деле, и поэтому, поэтому я говорю, что ему нужно дать шанс. А какой срок вы, кстати, Гройсмана отпускаете на премьерство? Полгода. Нет, ему нужно дать полгода, чтобы он показал, какую команду. На самом деле, из всех, из всех вот этих постсовдеповских, из всех постсовдеповских, руководителей, он единственный, кто может собрать команду вокруг себя. Он единственный, кто, в общем-то, ценит интеллект, в общем-то. Он умеет договариваться. В Украине сейчас ищут такого политика, как Джек Кеннеди, который шел в конфронтацию острую, и он пытался всех победить. Но был еще такой президент, как Линдон Джонсон, который со всеми договаривался. Он договаривался с контрабандистами, с оппозиционерами, с хиппи, со всеми. И вот Гройсману нужно дать шанс, чтобы он попробовал вот так вот как-то вас всех сдержать в этом парламенте несчастном, опять же, на какое-то время. Если это не получится, то вы спровоцируете выборы, на которых вас накажут, накажут всех, и накажут очень-очень жестко. И это сейчас ваш выбор. Либо вы согласитесь, другого кандидата я сейчас не вижу. Яреська нет? Яреська не сможет набрать большинство, потому что технократическое правительство это ерунда, в том смысле, что технократы приходят, когда у элит нет возможности дальше управлять. Они приходят, как то, что называется, gatekeepers на полгода, чтобы привести к новым выборам. Мы сейчас курс на новые выборы не берем. Нам западные партнеры этого не советуют. Мы сами не можем это потянуть. Мы единственное, что можем, это попробовать сделать еще раз то, что нам нужно. Взять этого хозяйственника и посмотрим, как это все будет происходить. Если вы завалите это, то будут новые выборы. И новые выборы закончатся, скорее всего, так, что с одной стороны выиграет мафия, с другой стороны выиграют демократы, с третьей стороны выиграют регионалы. Это будет очень плохо управляемая страна. И это ваша будет беда. И горе страны, что вы допустили до этого, что то, что скалка Хаппин-Никит, к сожалению, произошло. Сейчас прямо так. Мы в счастье купаемся. Мы должны менять выборчую законодавство. Да, конечно. И очень важно. И я бы тогда сказал, смотрите, если такая ситуация, то давайте будем менять выборчую законодавство. Давайте, если мы действительно идем на новые выборы, то давайте Гройсу дадим шанс, за условия, что мы меняем законодавство с тем, что если будут новые выборы, то хотя бы, чтобы мы наказали БПП за их демократизм, чтобы мы наказали Народный фронт за то, чтобы они держались за это кресло так долго. Да, и посмотрите, кто новый прийдет. Я хотела бы звернути вашу увагу на то, что, власне, как происходила вся эта, началась эта криза в парламенте. Спочатку, политические силы, которые были условно в коалиции, они начали использовать оппозиционную риторику. Потому что на оппозиционной риторике завжди рейтинги нарушаются, вибачте, набагато швидше, чем нарушаются у тех, кто пытается что-то сделать и кто берет на себя ответственность. На сегодняшний день достроковые выборы, они реально вигидны, не потому, что там какие-то силы хотят что-то поменять и изменять парламент. Потому что просто эти силы анализуют свою политическую статистику и понимают, что сегодняшние рейтинги у них есть надзвичайно высокие. И так само невыгодны тем, у кого политические рейтинги низкие. Но никакой торботы в том, что будет действовать та или иная реформа, я извиняюсь, нет. В то же время, если мы проведем... У меня сразу реплика. А вам не кажется, что парламент, который не отражает резко изменившийся за последние два года расклад сил в обществе, начинает утрачивать свою легитимность? Я вважаю, что в наступном парламенте не будет вообще независимых народных депутатов. А в этом парламенте они есть. Потому что этот парламент и лидеры, франции, Виктория, ну давайте не будем перекручивать, их количество не так велико, чтобы они могли на что-то влиять. Мы говорим о нескольких десятках. Политичные лидеры, они подготовятся таким чином, то же самое законопроект про партийную диктатуру, когда будут кориговаться списки кандидатов, народных депутатов, еще до выборов. у Самопомощи высокие сейчас показатели по вопросам, они могут больше места получить, и глядишь, они станут... Самопомощи, самопомощи, я думаю, что у каждой, насправді, політичной силы есть свой політичный интерес. У Самопомощи это президентские выборы, не парламентские, а президентские. Я думаю, что это очевидно. Поэтому, власне, я... Дубочевщина высокие рейтинги. Мне подобается, я думаю, слава Богу, что у нас наразе есть этот условный дедлайн в вторг. Умовный дедлайн, потому что, ну, так сталося, что президент едет, что-то надо показать. А если нет? То что? Если бы этого условного дедлайна не было бы, я не знаю, что бы споникало бы как раз політичные силы между собой домовиться. Потому что 9 программ и 9 эфиров обговорювать, какой будет кабинет министров. И, если мы, наконец, будем работать, или нет, я извиняюсь, что это уже за долго. Поэтому ситуация должна решиться. Політичные силы, которые не хотят брать на себя ответственность, окей, нехай они будут в опозиции. Но я думаю, сделать даже сейчас тут опитывание, вы понимаете, что ни один здесь присутствующий не может сказать, а какая же, власне, его кандидатура на посаду премьер-министра. И это проблема наших политических сил. Потому что критиковать можно, а взять на себя ответственность. Садовому так же пропонували стать премьер-министром. Его БПП мали поддерживать. Радикальная партия туда высловилась. Батьковщина, насколько я понимаю, поддержала бы эту кандидатуру. Но или готова еще кто-то взять сегодня, когда ситуация не проста в Украине, на себя ответственность. Очевидно, что человек, который сейчас будет эту ответственность брать, очевидно, что ее политический не будет так швидко ростей, она готова взять на определенных условиях на себя ответственность. А вы говорите Наталье Ереське. Ну подождите, давайте говорите ответственность Наталье Ереське это прекрасная идея. Скажите, пожалуйста, кто был главным торгмозом налоговой реформы в Украине? И вы вспомните, что это была именно Наталья Ереське, которая уперлась? Потому что для нее главным торгмозом, так сказать, был МВФ, а Наталья Ереська... Да, послушайте, а Наталья Ереська работает на МВФ или на Украину. Давайте разберемся для начала. Она брать кредиты МВФ. Так вот, давайте брать кредиты и она понимает, на каких условиях МВФ готова сотрудничать. Ну что, давайте поговорим тогда о Словакии. Давайте поговорим тогда о Словакии. Давайте поговорим подождите, Максим, давайте поговорим о Словакии, которой тоже рекомендовали определенные условия. И вместо этого Словакия игнорировала рекомендации МВФ. И на сегодняшний день там самое большое производство машин в Европе. Там более 180 автомобилей на каждые 10... то ли 10, то ли 10... Я не помню, действительно. Но на сегодняшний день я хочу сказать такую вещь. Понимаете, у нас сейчас... Давайте откровенно говорить. Вот в парламенте идут откровенные драки за места. Каждая партия, что бы она сейчас ни говорила, это правильно сказал мой коллега, действительно хочет получить власть. Или часть власти. Зачем? Возвеличить нацию? Нет. Возродить государство? Нет. Оседлать потоки? Да. Именно оседлание потоков для каждой из партий это самоцель, а не что иное. Я разговаривал сегодня с ребятами, которые приехали с оккупированной территории Донбасса. Знаете, что они мне спросили? Вы нас возвращать будете? Я говорю, конечно. Он говорит, план какой? Я говорю, а плана как бы вот нету? А говорит, а Крым как будете возвращать? Я говорю, Крыма нету. И, кстати, как вернуть долги МВФу? Пока нету. Очень много слов, красивых слов. Мои коллеги ломают копии, а ломают луки. Но на самом деле они не говорят всего одной вещи. Получить сейчас власть и желанно, и опасно. Потому что корыто достаточно разбито. Сейчас можно как старуха остаться у разбитого корыта. И самое главное, никто придет. Да, и самое главное, никто придет. А что он будет делать? Что он задекларирует? Какая концепция у него будет? И с помощью кого он будет реализоваться? Реализовать. Самое главное, не кого, а для кого? Для Украины или для теневых олигархов, которые будут стоять на него за спиной? И еще один вопрос отобрать. Извините, пожалуйста, у нас сейчас наступает момент истины под названием перерыв на рекламу. Продолжим. Пойдем субтитры. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Черное зеркало». К нам присоединились новые гости. Я особо хочу приветствовать человека, которого сейчас, наверное, в Украине все знают в лицо, Илья Новиков. Он у нас впервые, как говорится, живьем в студии, адвокат Надежды Савченко. И среди гостей у нас сегодня ветеран дипломатической службы США, в прошлом посол Соединенных Штатов в городе Киеве, Джон Хербст. Вот с вас, Джон, мы, пожалуй, начнем. Вот возьмите, пожалуйста, микрофон. И вот о чем хотел бы вас спросить. Мы так вскользь на этом останавливались в первой части нашей программы, говоря о том, что на следующей неделе предстоит поездка президента Украины Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки. И ходят такие разговоры, будто бы, если не будет урегулирован политический кризис, то в Вашингтоне его может ждать холодный прием. Это так? Ну, я понимаю, что в Америке люди в государстве разочарованы тем, что этот кризис вспыхнул и что этот кризис препятствует еще прогрессу по пути реформы, потому что на самом деле много прогресса было сделано. И тоже есть этот деликатный вопрос прокурора. На самом деле было бы гораздо лучше, если бы эти проблемы были решены до его поездки. И я надеюсь, что так и будет. А если не будут решены? Ну, я все-таки, я думаю, что наше правительство понимает опять, что Украина важна для Америки, что здесь, в Украине в прошлом года-полтора было сделано много прогресса, и поэтому я ничего страшного не ожидаю. Но, безусловно, было бы лучше, если бы эти два вопроса были решены. Скажите, пожалуйста, Джон, а правда ли, что американские политики самого высокого уровня настоятельно рекомендуют украинскому руководству сделать все возможное для того, чтобы избежать досрочных парламентских выборов? Я не представитель своего правительства сейчас, но я знаю, что в прошлом они считали, что это не было бы полезным для прогресса Украины, но в конце концов это будет вопрос для украинцев. Скажите, а что нам ждать от выборов, которые в самих Соединённых Штатах сейчас в разгаре предвыборная кампания, как может повлиять исход этой предвыборной кампании на отношение Америки к Украине? Я никакого последствия на американско-украинские взаимоотношения от предвыборной кампании, но есть кандидаты... Даже если Трамп победит? Вы говорите о предвыборной кампании, вы сейчас говорите о результате. О результатах, конечно. Я говорил только о кампании. Но, конечно, разные кандидаты имеют разные взгляды на вопросы американо-украинских отношений, на вопросы НАТО и безопасность в Европе. Я считаю, что или сенатор Круз, или бывший сенатор Клинтон вели бы сильную, разумную политику в отношении России, в отношении Кремля и тоже такую политику в поддержку Украины. Я думаю, я думаю, что от или нее, или от него мы увидели больше поддержки, особенно в области безопасности. Если бы господин Трамп стал президентом, я не знаю, чего ожидать. он говорит по-разному, каждый день у него новая идея, и поэтому мы не знаем, какая идея будет сложиться у него, если он станет президентом. Если господин Сандерс станет нашим следующим президентом, в общем, он человек с левой стороны, и в общем, он человек, который не верит, я сказал бы, в нужной, ведущей, в нужной, ведущей роли Америки в мире. Скажите, а насколько сильны сегодня в Америке настроения в пользу того, чтобы вернуться к тому, что называется бизнес по-старому, бизнес as usual, имеется в виду Россия? Снять санкции, договориться, в том числе и по-украински, в Америке я считаю критикой администрации в отношении политики к России, но я уверен в том, что президент Обама хочет, чтобы Россия отступала от Украины, чтобы Украина заняла, ну, как сказать, забрала, забрала обратно, вернула, чтобы Украина взяла обратно оккупированный район Донбасса, и что наша, я сказал бы, довольно хорошая политика санкции остается, санкции, и я считаю тоже, что в последние, все следующие летом, но через несколько месяцев, наверное, санкции, как сказать, возобновляются, продолжаются. продолжаются. Спасибо. Вот тут у нас еще один иностранный гость, очень известный журналист из Германии, Борис Райт-Шустер, который много-много лет освещает события в регионе, и в России, и в Украине. Вот сейчас ваш министр иностранных дел был тоже Штайнмайер в Москве, практически одновременно с Керри, даже они в один из вечеров встретились за ужином, и, как я понимаю, говорили в том числе и про Украину. А что нам ждать от немецкого правительства? Тут надо разделить от Штайнмайера, можно ожидать, что он будет делать ровно ничего, что он будет делать хорошую мину к любой игре, и, по-моему, если ему Лавров даст пощечину, он тоже скажет спасибо, и мы диалог продолжаем, очень хорошо, что мы тут вместе. Не любите вы Штайнмайера, Борис, я чувствую. Я его не люблю, но он очень близок к Герхарту Шрёдеру, бывший канцлер, который сейчас работает на Газпром, и у нас уже термин, который в русский язык вошел, шредеризация, то есть такая коррумпирование элит. Но тут надо сильно отличать, потому что Ангела Меркель, она родилась в ГДР, она не по нас слишком знает, что такая советская система, и, по-моему, она единственный мужчина среди западных лидеров сейчас, и она единственная, которая понимает, как работает Путин, которая понимает его фокусы, и поэтому она ему так не нравится, поэтому он хочет от нее избавиться, но, к сожалению, социал-демократии и Штайнмайер, за которым стоит Шройтер, ввязывают эти руки, так что ожидать от немцев, в лучшем случае ожидайте, что они вам сильно не мешают. Понятно. Ну, а теперь хотел бы поговорить чуть подробнее с Ильей Новиковым, подключить его к нашему разговору, потому что, ну, на этой неделе был оглашен наконец приговор Надежды Савченко. Многие содрогнулись от того срока, который был объявлен, хотя, как я понимаю, для вас никакого сюрприза 22 года не составили. Нет, не составили. Более того, ни мы, ни Надежда как раз не были в числе тех, кто содрогнулся. По простой причине мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет о том, что это просто цифра на бумаге. И была бы там написана эта цифра или любая другая, ничего бы не изменилось. То есть было там написано 15 лет. 10 лет, даже 5 лет. В обычном деле, где приговор является более или менее прогнозом на будущее осужденного, это имеет значение. Если бы я в таком деле иного рода добился бы по этой статье срока 10 лет вместо 22, я бы считал это неким успехом адвокатским. Здесь мы понимаем изначально, что приговор, его нужно выслушать, он должен состояться. И после этого те переговоры, которые идут все эти почти два года, что Надежда находится в России, они пойдут с новой силой, потому что снимется главное препятствие, главная отговорка, которой нас последний год кормили российские представители, что пусть тут выскажется, а дальше посмотрим. Вот суд высказался, отговорка ушла, и дальше уже вопрос в том, насколько единым фронтом будут выступать будут выступать остальные участники минского процесса, кроме России, в вопросе Надежды Савченко. Пока мы видим, что с этой стороны все прекрасно, единство есть. Я общался вот и с господином послом, и с другими людьми в Вашингтоне, пытаясь выяснить, что же, собственно, там думают о Надежде Савченко, а я отдельно взятом кейсе. А вы ездили в Вашингтон, да? Да, да, я ездил. Это было два захода до того, как она объела сухую голодовку и после. И если первый заход мне никаких утешительных новостей не принес, мне говорят, что да, мы понимаем, мы беспокоимся, мы выражаем озабоченность, но тем не менее, то уже буквально через неделю или через две недели косяком пошли громкие заявления. Пошло заявление секретаря Кэрри, пошло заявление вице-президента Байдена. Буквально неделю назад или полтора недели назад было заявление президента Обамы, который вообще не верил, что такое возможно, что президент США будет публично требовать освободить человека, по которому еще не вынесен приговор. Это, на мой взгляд, означает совершенно иной уровень неприятия того, что происходит в российском суде. Это уже не какие-то мягкие, такие завуалированные намеки, это очень прямое жесткое требование, это заявление о непризнании этого суда. И это нам дает основания для сдержанного оптимизма, особенно в сочетании с тем, что мы слышим в последние дни относительно визита в Москву, опять же, секретарь Кэрри. По моим сведениям, его переговоры в той части, которая касается Надежды Савченко, прошли успешно. Была озвучена на переговорах, хотя и не публично, дата, когда будет определен способ, каким она вернется в Украину. Обязательно, когда это будет? Давайте я скажу аккуратно, мы ждем точной информации в течение ближайшей двух недель. Это не значит, что через две недели она уже будет в Киеве, но это значит, что через две недели мы уже будем понимать, что происходит. Вроде бы, тенденция хорошая, вроде бы... Илья, скажите, я вас перебью, очень важно сейчас узнать, как сама Надя, как она себя чувствует? Сегодня Министерство иностранных дел Украины выразило ноту протеста и возмущается тем, что здоровье Надежды Савченко идет в этом заявлении значительно ухудшилось. У вас, шикалеку, у вас есть доступ к Наде в эти дни? Скажите, как она себя чувствует? Я ее видел позавчера. Это было на следующий день после приговора. Вот как она здесь сейчас выглядит, веселая и улыбчивая, она выглядела точно так же. Бодрая, из нее до этого сухую голодовку, к ней вернулись силы. Сегодня я говорил с консулом, который был у нее вот в это утро, он говорит, что ей стало резко хуже. Я, может быть, некорректно это объясняю с точки зрения медицины. По-моему, просто когда человек в течение нескольких месяцев одновременно голодает и удерживается на высоком уровне напряжения, а потом его отпускает. Вот приговор вынесен, вот эта стадия закончилась. Можно выдохнуть, можно себя немножко отпустить. Вот это может быть фатальным, потому что тот тонус, который был, который все это время удерживал на плаву, на плаву. Да, он ушел. Она резко ослабла. Она, несмотря на то, что возобновила, то есть она снова пьет воду, ее постоянно тошнит, вот эти последние два дня. Там появились признаки, которые мы не наблюдали в конце предыдущей большой голодовки в марте 2015 года, очень серьезного истощения. это и потеря веса, и там определенные симптомы по обмену веществ. И мы всерьез сейчас озабочены тем, чтобы на выходных ее посетили правозащитники, потому что адвокаты не имеют права России заходить в тюрьмы на выходных. Правозащитники из специально кредитованных организаций, из того, что называется НКО, наблюдательная комиссия, они имеют права быть на выходных. Вот мы надеемся, что информация по ее здоровью украинских врачей по-прежнему не пускают. Пока нет, но информация должна апдейтиться как можно чаще и, наверное, на следующей неделе. Но медицинское наблюдение есть или нет? Ну, хотя бы врачами СИЗО. Я и мои коллеги, мы убеждены, что тюремные медики очень серьезно настроены не дать ей умереть, вплоть до того, чтобы применить насильственное кормление, если это потребуется. Это есть в случае, если она объявит сухую голодовку? Это в случае, если произошло что-то такое, что потребует такой меры. Она готова опять возобновить сухую голодовку. Она не оставляет этой мысли. Но в чем проблема? Я не уверен, что они отвечают за ее здоровье, за жизнь ее, за то, чтобы не испортился ценный актив обменный. Они отвечают головой, а за то, в каком состоянии она вернется, будь бы только живая на Украине. Но они не отвечают. Поэтому мы не можем на них полагаться в этом смысле. Можно вернуться оттуда инвалидам. Совершенно верно. Это то, что последние сегодня на самом деле, только сегодня пришли такие новости, которые я воспринимаю как мигающая красная лампочка. Все, что было до этого, потому как надежда держалась, потому как она себя чувствовала, вызывало, конечно, опасения и сильные временами. Но вот такого, как сейчас, было только год назад. А год назад было совсем плохо. Я бы хотел подключить к разговору присутствующих здесь политиков, экспертов, особенно тех, которые непосредственно занимаются вопросами, связанными с внешней политикой. Я имею в виду и Олега Волошина, вот к нам он присоединился и Григорию Немырию, и Иванку Климпуш-Цинцадзе. Вот все-таки, как вам сейчас кажется, что в реальной жизни нас ожидает в ближайшем будущем? Обмен Савченко на двух российских спецназовцев, на Александрова. Я с тем ударением говорю, как у нас здесь принято, хотя вообще, может быть, он и Александров, на самом деле, и Ерофеев. Или какие-то другие варианты, потому что такие разговоры тоже ходят, что, мол, не нужен ни Александров Александров, ни Ерофеев России, а хотят каких-то асимметричных вариантов. Что скажете, Григорий Михайлович? Ну, сложно в этой ситуации говорить. То, что коллега-адвокат сказал, я думаю, здесь ключевое. Путин, к сожалению, рассматривает Надю, как и других украинских граждан, как предмет для торга. Что это означает? Что он не готов и вряд ли стоит питать иллюзии, что он что-то готов сделать в одностороннем порядке. Он хочет получить что-то. Вопрос что и от кого. Несколько высокопоставленных российских чиновников, от Сергея Иванова до министра иностранных дел Лаврова, произнесли за последние два дня одну и ту же фразу. Все решает президент Владимир Путин. В этом смысле, я думаю, важно также посмотреть возможную вязку и интерпретацию, которую российская сторона может требовать от партнеров, с которыми она говорит. Привязана ли эта ситуация Савченко к Минску или нет? Нынешняя позиция российской стороны заключается в том, что пункт Минских соглашений обмен всех на всех к делу Савченко, впрочем, как и к делу Сенцова и Кольченко, отношения не имеет. Вот это очень настораживающий момент, более того, психологический момент. Надежда Савченко сама по себе отважный человек, но для Путина она еще и символ сопротивления Украины. которая не поддается на шантаж, не поддается на агрессию и защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Поэтому шаги, возможные Путина или их отсутствие в отношении к Надежде Савченко для него психологически, мне кажется, это также часть его отношения к Украине. А я хочу напомнить, что Владимир Путин несколько раз высказывался в том смысле, что он Украину страной не считает. А вы что скажете, Иван? Ну, это могло быть его решение и до закинчения суду. И мы прекрасно прочелли и от пана Илли. Вин про это так же неодноразово пояснював цю ситуацию и понимание того, что суд просто затягивался. Безумовно, есть намагание и будет намагание что-то выторговать за то, чтобы Надя повернулася. Я переконана, что насправді повернение обмена на грушников не может быть особо цикавим для Російської Федерації, виходячи из того, взагалі, ставлення до людини, до життя людини, яке мы бачим, Росія все своей поведенкой демонстрирует. Я думаю, попри те, что дейсно російськие чиновники зараз высокого рівня заявляють про те, что, знову ж таки, наполягають на том, что, нібито, Росія не є стороною конфлікту у Минских домовленостях і не є стороною конфлікту всієї агресії Російської Федерації проти України, что уже цікаво. І, знову ж таки, тут в унісон звучать і, до речі, сьогодні, якщо я не помиляюся, заяви і по Грузії стосовно того, що Росія висловлює своє незадоволення позицією Грузії зближенням її з НАТО, тобто, і, знову ж таки, не бачить себе стороною конфлікту ні в Південній Осетії, ні в Абхазії і заперечує свою присутність і свою роль в цих конфліктах. Виходячи з цього всього, я думаю, що це все одно не виключає прив'язки повернення Савченко до України, до якогось намагання виторгувати якогось послаблення стосовно санкцій відносно Росії. І це, Ілля обережно сказав про те, що ми, можливо, протягом двох наступних тижнів почуємо якесь розуміння того, коли і як ми можемо бачити вирішення цієї ситуації. Я, на жаль, думаю, що, можливо, ця ситуація може затягнутися до кінця травня, до червня, тоді, коли Європейський Союз буде вести серйозну дискусію, країни Європейського Союзу будуть змушені вести розмову про продовження санкцій. І десь ця карта може бути використана і в той момент. Як не мабуть. А от я хотів би спросити оби скільки у експерта по вопросу внешній політики, у Олега Волошина, который, кстати, в своє время работав в українському посольстві в Москві. Вот ви як думаєте, може відбуватись така ситуація, що Москва видвинет якісь політичні условії? Освободимо Савченко, амнистируємо Савченко, помилуємо Савченко, чи відправимо її відбувати срок. Євна. Євна така ж формула в исправительно-трудових учрежденнях на території України. В обмен, предположим, на якісь уступки со сторони України політичного свойства. А ви нам дадите за це постоянний коридор в Крим. Сухопутний. Я не думаю, що торг здесь йде конкретно в цьому вопросі якраз с Україною. Торг йде с Западом. Для Савченко, для її судьби, для її життя, для всіх нас, с людської точки зрения, дуже важливо, що вопрос Надежды прочно війшло в повестку американсько-российських отношеньків. І то, що він звучав на переговорах с Керри. Але для Путина це якраз достиження. Тому що... Ну, я вот проведу дуже грубий параллель з знаменитой історії пребування, осуждення Юлії Тимошенка і Юрия Люлценко. Тоді, для підписання соглашення об ассоційцій, Запад, постоянний, вот Григорий Немер це прекрасно помнит, в першу чергу говорив всегда о Тимошенка. Освобождення Тимошенка, ну, грубо, опять же, дуже грубе сравнення. Це як як якісь серйозні уступки по Донбассу. Для Путина тогда освобождення Тимошенка було для Януковича, тобі, почти невозможне. Але нашли тогда вариант. Давайте тогда амнистируем хотя бы Луценко, тому що вже на Западі назревала готовність, все-таки, черт с ним підписувати соглашення об ассоціях, даже несмотря на то, що Тимошенка оставалася в тюрьме. Ну, в больнице, ну, по факту осужденна оставалась. І вот эта амнистия Луценко, она стала, дала такой, знаете, повод, резон детадо для Запада изменить немножко свою позицию і от разговора в тому, що ми не підпишем при нынешнім состоянии демократії соглашення ні при каких условіях к тому, що все-таки на Вильнюс уже выходили с тем, що готова була Евросоюз підписувати це соглашення. Тоже саме, примерно, ну, і, опять же, це дуже грубе сравнення, ну, для понимання просто зрителей, пітається разыграти Россію сейчас. То есть, ми видим по визиту Керри, що є определенна готовність в связі з событиями в Сирії, в связі з цим рядом інших обстоятельств, з террористичною угрозою в Європі, є готовність к нікому зближенню з позиції с Росією, по крайні мере, к розблокуванню діалога. І вот в цьому смыслі, і, звісно, якщо на сирійському направлі Путін продемонстрировав цей ряд шагів, які при большому желанні, навіть не при большому желанні, можна трактовати як конструктив, то на українському направлі конструктива немає фактично. І в цьому смыслі освобождення Савченко, независимо від судьби ГРУшников, стало би ось цим роздіта, то є поводом для того, щоб на Западі усілилась позиція тих, хто говорить, смотри, ну, все-таки Путін що-то делает, ну, вот Савченко вже освободив, а продати цю історію в медійному плані завжди легше, ніж якісь там условні уступки там по выборам і так далі, бо що, ось живой чоловік, все за нього переживали, ось вона повернулася в Україну, все, то є і це розблокирує само по себе переговори по тому же снятию санкцій. Це не означає, що буквально завтракі санкції Западом будуть сняты, але це создаст хорошу атмосферу для такого разговора. І з того, що я знаю, опять же таки, в Росії примерно так, так вони іщуть любой повод, щоб не уступаю по принципіальним мотивам, все-таки выглядеть хорошо. В цьому смыслі освободити Савченко це дуже незначительна уступка для Путина, але дуже хороший повод для того, щоб на Западі сказали, ну все-таки що-то вони роблять в правильному направлі. А вот скажіть, у мене вопрос как раз сразу к американському дипломату, к послу Херпсту. Як ви думаєте, вообще, може бути, якій-то предмет розговора здесь, якій-то трейд-офф, якій-то, якій-то, зделка по Савченко. Савченко освобождає, а Запад йдет на які-то уступки в тому же самому українському вопросі. Я, в общем, розділяю його точку зрення. Я считаю, що це какой-то подарок, якщо так і происходит, якщо она освободиться, це какой-то подарок от Путина нам, американцям, щоб ми краще о ньому подумали. Але я не вижу никакого уступок в обмен от американської сторони за такий подарок. Потому що це правда, що для Путина це незначительно. Коли вони захватили її, це було приступлення на самом деле. І ми не даємо щось відповідно за подарок от такого приступлення. Але все-таки його намерення, мабуть, так же. Тоже. Понятно. Алена, потім ви. Я дуже коротко хотіла сказати. Насправді, ми були якраз в делегаті в Європейському парламенті під час того, як читався цей вирок. І от коли вирок був зачитаний, ми це питання поставили дуже багатьом високопосадовцям. Ми були на засіданні якраз комітету у закордонних справах Європейського парламенту, де голова комітету сказав, що, по-перше, вирок нічого не змінює, вирок вони не визнають. Вони не визнають його, тому що не було ни підстав, не предмету взагалі судового розслідування, ну і що це повністю політична справа. І Надія Савченко якраз має бути врегульована в питанні Мінських угод. Тобто це дуже чітко, воно буде звучати, я думаю, всюди. Але так само, коли ми ставимо питання про те, чи вважаєте ви, що Путін веде себе як звичайний терорист? Тому що насправді терористи так роблять. Вони незаконно викрадають людину, перевозять її, вимагають за неї гроші або інші поступки і потім її повертають, будучи героєм. І от чи будете вивезти взагалі будь-які перемовини з тероризмом, то тут уже гірша ситуація. І з того, що я відчуваю в дискусії з нашими європейськими колегами, то Путін дійсно ставить вимоги або, скажімо так, іншої ситуації по Криму, і тут якраз до американців, я так розумію, це теж питання, або інше ставлення до ситуації по Криму, або взагалі інше ставлення до персональних санкцій і санкцій навколо його оточення. От тут мені цікаво, як будуть поводитися саме наші партнери. Я сподіваюся, що вони будуть дотримуватися позиції, що ми не можемо вести перемовини з тероризмом, з терористом, тому що це тільки посилює самого терориста. Пожалуйста, Валентин Налівайченко. Нам дуже важливо в Україні і українцям діяти і кричуще важливо сконцентрувати всі зусилля, щоб, вперше, жодних компромісів громадянка України була викрадена. Жодних компромісів справедливого суду вона не отримала. Суд в Газі по караджичу це те, що українські дипломати мають не розповідати нам про міфічні плани, які нам не цікаві. Путіна або когось іншого з російського керівництва. Вийдіть в ООН, де ми зараз є непостійним членом Ради безпеки. Добитись в порядку денному, добивайтеся, поставити питання Савченко. Американський конгрес з резолюцією 52 ще в тому році проголосував. Не постидався. Американський уряд, і ми дякуємо, підтримає ваше керівництво і ми сподіваємося, що це допоможе. Наша дія має бути і постійна, і принципова. І повторюсь, спеціальний адхок міжнародний трибунал по справі Надії Савченко це має бути українською ініціативою. І я переконаний, що і наші депутати, які в Європарламенті це роблять добре, але це має зробити уряд, міністр юстиції, міністр закордонних справ, не про стільці зараз думати, лишаться вони чи не лишаться в уряді, а бути в ГАЗі і бути в ООН на всіх можливих структур. У нас ведь не тільки є питання надії Савченко, у нас ведь не тільки перед нами стоїть питання спасення надії. Ктось, безусловно, її потрібно спасати і прилагати будь-які усилия, але не забувають ли і політики, і наші, і ще о 20 заложниках, які знаходяться в Розі. І я дуже добре знає цю ситуацію. І представьте, якщо така громка історія, як с надією, рішається с таким скрипом, то як тогда спасати остальних 20? Ілья, скажіть, де з вами на цю тему приватно говорили. Значит, первое, відношення українського МИД, як я його понимаю, як до мене його донесли, заключається в тому, що всі ці случаи, всі ці люди з списка політв'язнів, в котре входить і надіжда Савченко, в тому числе, вони розсматриваються як єдиное, єдіне цілое. І основна схема, яку предлагає, на яку настаиває українське міністерство іностранних дел, це обмен всіх на всіх. І по-крайні мере, багато на багато. Російська сторона на це не соглашається, ми це знаємо. Але проблема для остальних людей з цього списка заключається в тому, на якому основанні в случае Савченко, кейс Савченко відділяється від ці большой корзини. Мені це объяснили, мені це не стало понятним, не зразу. Мені казалось, що один несправедливий суд від другого несправедливого суда відділяється мало. На самом деле, відділяється. Для американської сторони, як я об этом сказали прямим текстом, ключевим показателем, ключевим фактором, почему вони считають случай надежды особенным, є її ввоз через границу. У всіх остальних людей з цього списка, будь то... Її ввозьху. Да, будь то Сенцов, которого ставили в Крыму, і це зв'язує його, зв'язує його і його групу з общей кримській ситуацією, з більш широким вопросом. Будь то Карпюк і Клых, яких хрістували в Росії, будь то кримські татарі, будь то Юрий Солошенко, Валентин Вуговський, у них у всіх вот цього моменту, який позволяє чітко відділити діло ізначально кримінальне від діла сомнительного, к сожалению, для них нет. Поэтому їх вопрос неизбежно буде решаться в більш отдаленній перспективі і як-то інакше. Не по тому варианту. Дам, Борислав. Я хочу немножко вас поправити. Командир УМСО, Микола Карпюк, був вікраден в марте 14-го року на території України. Варківській області. Да, він був вікраден отсюдово і вивезен туди. Поэтому це точно така ж ситуація. Борислав, к сожалению, я це підтвердити не можу. Ми можемо підтвердити по трекінгу, тому що якраз господин Ревайченко, як глава СБУ, може сказати, СБУ розслідовувало ситуацію, трекінг його телефона прервається в Харківській області. Іменно там він був вікраден. Іменно тому... Його заманили. Його заманили. Це була операция ФСБ, і ми підтверджуємо. Микола Карпюк був вікраден на території України. Це підтверджується сотрудниками Служби безпеки України. І він був був також повзвачений, як і Солошенко, як і Сенцов, як Кольченко, Клых і всі остальні українці. На самом діле, ми тут можемо поучиться в Ізраїля, у якого немає одні вікрадені, ін інші немає. Все граждані Ізраїля безцінні для свого держава. Все українці безцінні для України. Діжні бути повзвачені Україні. АПЛОДИСМЕНТОР Із того, що Ілья сказав, теж можна. Все-таки є прецедент, коли був вікраден російськими спецслужбами естонський офіцер з території Естонії. Потім відбувався обмін. В чому відчині ситуація Савченко? Савченко – член парламенту України. Савченко – член парламентської ассамблеї Рады Європи. В парламенті, в ряду, де я сижу, первое місто Надежды Савченко – це місто, яке пустують і на яке она займёт, коли вернётся в Україну. Якщо дивитися з боку, на те, що відбувалося в Москві во віці визіта госсекретаря Керри, це є поняття дипломатія, є поняття твіпломатія, твіпломаси і дипломаси. Перший твіттер секретаря Керри після його встречи з міністром іностранних дел Лавровым був такий продуктивний діалог з важним партнером. Після цього була волна вопросів, що вже Росія – партнер. Річ шла о міністрі іностранних дел. Після встречи з Путиним був такий твіт – «Конструктивна встреча», «Конструктив митинг». Але і в тому, і в іншому віці, і після встречи з Лавровым, і після встречи з Путиним, говорилось, обсуждали Сирію, Україну. Тобто, з точки зрения, я не кажу о привязці, я не кажу о якимось можливих обмінах в отноші на якусь роль или отсутствие цієї ролі в Сирії. Але то, що для США очевидна ситуація в Сирії і позиція Росії по отношію к цьому конфлікту з точки зрення приоритету національної безпеки є очевидна. І в цій ситуацій також очевидно, що, скоріше всього, візит президента Порошенка в Вашингтон на цей неділю буде, скоріше всього, послідним візитом в то время, коли администрація Обамы ще при власти. Скоріше всього, також, к сожалению, президент Обама буде тем президентом, немногим за последнє время, который за время своєго президентства не нашел можливості посетити с візитом, офіціальним візитом Україна. Означає ли, що в цій ситуацій Україна оставлена в одиночці. «Нет» не означає. посол Херпс, який сидит тут, він играє дуже важну роль в організації «Атлантический совет». Эта організація в прошлом році виступила з ініціативою вручити Надежні Савченко спеціальну награду за вклад в Дело Свободи. Причем, це не в Дело Свободи тільки України, а в Дело Свободи Центральної Восточній Європи. В цьому смысл, она символ не тільки независимості України, але і Свободи в Європі. Це розуміється роль европейців, які більше давять на гуманітарний аспект. Штайнмаєр об цьому прямо сказав. І це розуміється роль Соединённих Штатів Америки, які розуміється, в цьому смыслі не якогою-то зділку, але теж розуміється, що з точки зрення психології, менталітету Путина, чисто процедурні речі завжди другорядні, второстепенні. І тому, той рівень, о якому Ілья сказав, безпрецедентний, коли звонок президента, звонки президента практично всіх ключових европейських країн, це безпрецедентна ситуація. Абсолютно. Абсолютно. У мене вопрос к Ілье, в якому-то степені, наверное, к Валентину Наливаченку теж. Мені інтересно, ваше мнение, как, що роблять спецслужби, що роблять ФСБ, тому що, мені кажуть, вони дуже вискусно манипулирують цю ситуацію, як вони подають інформацію, якій імідж вони создають. Наприклад, якби вони хотіли, мені кажуть, вони могли б повністю включити всі камери, і ніхто б не входил туди з мобільними телефонами, інформацій практично б не було. Якби вони хотіли, Надежда ніколи б не носила вишиванку. Якби вони хотіли, то, коли она, після відбування судді, она почала піти пісню, вони ФСБ подошли і сказали, «Пустите, будь ласка камери». І почувалося чувство, що як будь-то є якась репресія, але в то же время вона не йдет достаточно далеко, камеру не виключають. Т.е. Надежда поєт до конца і, в общем-то, підтримується. У мене є таке чувство, що, манипулирує на ситуацій, ФСБ, в общем-то, піднімає її рейтинг як національна героиня. В них антигерої. І мені інтересно ваше мнение, тому що це то, як я наблюдаю. Меніна, треба все-таки дати някі пояснення. Со сторони, може, 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 що вся Росія одно більшові ФСБ. В історії Надежды Савченко, в отличие, кстати, від Сенцова, Сенцова дистанційна історія, але в історії Надежды Савченко дуже важливо то, що першу скривку в цій історії грає інша структура, Слідський комітет. Це може бути з України не дуже заметно, але це дві організації вполне себе вістані такої вендетти. Тобто, коли їм приказують з самого верха, що, ребята, сатруднічайте, вони сатруднічують. Але, взагалі, вони не дуже дружат. Міжду ними такої тісної любви нет. І Діло Надежды с самого початку, с першого дня, як возбудили дело по факту гибели журналистів, коли ще не було проєднання, що там буде Савченко, с самого початку задумувалось, як шоу-процес, показательний процес, в идеале, в стилі 30-х, то есть, щоб там був некий український воєнний, який буде каяться, говорить, що мені приказали убити журналистів, Аваков приказав, Коломойський приказав. Ну, якщо не в идеале, то як-нібудь. І вот ця ідея, она їх настільки, видимо, захватила, що до самого конца ніхто не решився дати обратний ход. Вот той чек, який говорив, «Уберіте камеру», це не ФСБшник, це судебний пристав. І ті суді, які судили її, це тож не ФСБшники, це суді. Кожний із них получив свій кусочок цієї історії просто подряд. «Вот твій участок, відвічай за нього, не облажайся зістість». І, действительно, такого тотального контроля, такого тотального театра з постановки, там просто нікому було робити. Вот передали це дело в суд, сказали, «Ребята, обща установка така, а дальше розбирайтесь». І це дуже характерно сейчас для современого состояния дел в Росії, що ісполнитель дуже редко проявляє якусь ініціативу, яка, можливо, пішла б на пользу делу, пішла б на пользу тому, що имав в голові начальник, коли поручав йому це, але яка виходить за його прямі обіценності. Вот була обща установка, а, провести шоу-процес, і б, провести його корректно, аккуратно, то є без репрессій, без каких-то кровавих сцен на улиці, без каких-то особенных там страстей. А вот обща картина була б цельна. Я правильно понимаю, шоу делається, але шоу для внутреннього потребления, для российского зомбоящика? Просто там все, що потрібно поправити, потрібно на стадії постпродакшена. Российський телевизор відбувається ровно то, що поміщається в монтірую картинку. Я просто подозреваю, що Саша имав віду якийсь транснаціональний. Я знаю, я хотів би по-русськи сейчас запомнити. Во-первых, потрібно чітко розуміти, хто главна скрипка, хто не дал развернути, свернути процес і перевернути його в пользу российської пропаганди чи вообще вистачить діло по-другому. Це сама надежа Савченко. Це треба признавати. Це ви, адвокати, які смело захищаєте. Це тоже правда. Це Вера Савченко, її сестра, яка пробивається на кожне засідання. Це не можна недооцінювати. І це недооцінили в тому числі російські спецслужби і ті преступники, які допомагали викрадати з нашої території Надежду Савченко. Це перше. Далі, що стосується специфіки спецслужб і, наприклад, в чому злочинна перевага, наприклад, ФСБ, яке, особливо в 2014 році, як діяла в нашій з вами рідні країні. В 2013 році, в кінці 2013 року, Янукович, і вся його кліка, як іменко включно, запустили в Україну декілька разів декілька груп ФСБ. Це громадяни вже знають. Наші. Друге. Вони не просто так приїздили. Були дні, тижні, коли вони заходили в приміщення самого СБУ, отримали всі бази даних, в тому числі Карпюка, Берези, Наливайченка, всіх, хто був згоден або не згоден з режимом. Не буду ображати інших. Я народним депутатам, до речі, деяким пересилав, коли був на посаді, все, що нам вдалося потім познаходити, коли працювали злочинно. Але ж отримали, що таке отримати бази даних? Це приватні телефони, це домашні адреси, це пересування, це родичі. І саме цей масив матеріалів є можливим і застосовувався, і застосовується російськими спецслужбами для пасток, для дискредитації, для заманювання, для викрадення. І тому так важко нам захищатися і захищати наших громадян. Ось такі сумаси. Пожалуйста. Хочу задати вопрос до господина посолу. Господин посол говорив о том, що Соединенні Штати, Америки, підтримують розвращення Донбаса в состав України. Українська власть теж це підтримує, і головний Путін це підтримує. Він теж хоче, щоб Донбас був в составі України. Вопрос, на каїх усліх все-таки дозволіть це розвращення, статусу цих регіонів. Тому що тут говорять, Україну променяли на Сирію. Не променяли, але прирівняти можуть. Тому що ситуація складається так, що це підтримує ситуативне США і Росії може привести к федералізію Сирії. І не вийде так, що це відносительне, частичне потеплення відносині Росії і США теж може привести к федералізію України. У мене питання все-таки, на каїх усліх ви бачите, ви як опитний дипломат, друг України, і американський внешній політичний стебліншмент, відвращення Донбаса в состав України. Неоднократно, администрація Обамі висказала так, що немає никакої связи між нашим дипломатом в отноші Сирії і наші дипломаті в отноші України. І я вірю в це. І ми вирішуємо, що Україна має суверенітет, має мати территоріальну целостість і на Донбасі, і в Криму, і щоб Россія має повернути і Крим, і оккупувальний район Донбаса в Україну без условий. І в цьому ниніся сомневаться. Можна, скажімо, считати, що наш американський підход недостатчо сильний, і це якраз моє мнення. Але, в общем, це що ми хочемо. І, в общем, в області санкції, я считаю, що роль президента Обаму дуже хороша. Ну, хорошо. У мене ще бува вопрос к Борису Райдшустеру. А вот скажіть, Германия може сыграти какую-то роль як посредник в переговорах об освобожденні Савчика? Вот ми помним, например, ведь Германия, точніше, конкретні германські політики, вашим МИДом, вони дуже стараються, я це розумію, але треба ще сильніше старатися. А чому в Германии це не вызвало большого резонанса? Я думаю, Германия зараз настільки занята собою, з вопросом бешенців, з вопросом Сирії, що їм, увы, не до України. Я це осуждаю, мені кажуть, це безответственні, германські, германські, у нас інші заботи, за свій счет, прислали, походили, поснімали простих людей і уїхали. Це якщо, якщо м'яч під голими воротами, а ви мимо, а ви взагалі не п'єте цей м'яч? Тобто, якщо м'яч під голими воротами, хай бійте, будь ласка. Я не знаю, пане Валентине, куди вони зверталися, тому що я переконана, що якщо хто-небудь з іноземних журналістів, а мені, незважаючи на те, що я народний депутат і незважаючи на те, що я не маю відношення безпосередньо до виконавчої влади, але весь час доводиться спілкуватися з тими людьми, які займаються зовнішньою політикою, я зараз обіймаю ту посаду, яку ви обіймали в комітеті раніше. Тому в мене немає взагалі жодних підстав говорити про те, що десь там МЗС чи будь-яка інша структура чи адміністрація президента чи ще хто-небудь, чи там наш комітет, чи комітет євроінтеграційних питань в який-небудь спосіб десь би проігнорував найменший натяк на зацікавленість спілкування з журналістами. Найменший натяк. І те, що говорив пан Борис, те, що в Німеччині не стало це якоюсь надзвичайною новиною в ЗМІ, це, я думаю, що це питання, насправді, ми чудово з вами розуміємо, вирок Савченко був зачитаний коли? Тоді, коли сталися в Брюсселі вибухи. Ми усвідомлюємо, наскільки на який шок це був для всіх громадян Європейського Союзу, так само, як і для нас, Брюсселю, Берліну, і будь-якої іншої європейської столиці. Але разом з тим говорити про те, що це недопрацювання української сторони, мені здається, це буде некоректно. Ми кричимо, ми наполягаємо, і десь в нас є певне незадоволення, якщо дозволите, я закінчу, все-таки тим, що якісь речі дійсно проходять непомітними, не стільки навіть в ЗМІ німецьких, а скільки в істеблишменті, через те, що для мене, наприклад, і дозвольте, для мене незрозуміло, чому на даний момент не було жодної заяви, ані німецького, ані французького, ані послів, ані когось із представників Міністерства закордонних справ, стосовно того, що представника України в гуманітарній групі, в тристоронній підгрупі, тристоронній групи Мінської, Ірину Герашенко не було допущено на територію Російської Федерації. Людина, яка має повноваження, дані президентом України, вести перемовний процес по звільненню наших заручників, включно з політичними в'язнями на території Російської Федерації, саме захищати їх, можливо, права, витягувати їх з цієї в'язниці і судилищ додому, і вести цей діалог, вона не була допущена. Більше того, вона, за Мінськими угодами, їй гарантована, в принципі, безпека, а тепер у її папір, в якому написано, що якщо вона буде пробувати перетинати кордон Російської Федерації, то вона, бачите, буде вважатися це кримінальним порушенням, вона може бути арештована. Мені прикро, що, в принципі, наші партнери по нормандському формату не зреагували і на це, якоюсь заявою, якимось додатковим тиском на Російську Федерацію. І все це є, ну, там, компоненти. Ми сьогодні, з свого боку, від комітетів у закордонних справах і комітету євроінтеграційного, ми зробили, ми написали додаткові листи послам, ми написали в ОБСЄ послу і так далі. І ми включаємося на всіх цих напрямах. І точно так само і Міністерство закордонних справ наших включається, і президент, мені здається, робить, насправді, надзвичайні кроки і досягнення в тому, щоби мобілізувати закордонну аудиторію. Але разом з тим нам не вистачає і реакції періодично наших партнерів. Важно, щоб не багато кричали, а щоб розумно кричали і в правильному місці. І там стільки криків, що вже ніхто їх не сліщить, чи мало хто їх сліщить. І ви говорили, порекомендуйте, порекомендуйте, в якому місці треба так кричати. Якщо ви мене дадите договорити, я вам скажу. Тобто, ви говорите, треба полагатися на етаплишмент. Ви лет 20 будете ждати, якщо ви тільки полагаєтесь на етаплишмент, тому що він ленивий по скліну. І в нашому немецькому обіцю треба давлення через СМІ. Германий ключовий крок, Германий ключовий фактор світа. Ради Богу, дайте одному із ведущих немецьких СМІ или телевидение, или нескольким інтерв'ю президента или прем'єр-министра, тому що це единственна гарантия, щоб це було в главних новостних випусках. І все, і ця тема буде на перечені дня. А якщо багато кричат, і дуже старайтесь, і посольство старається, і все, але треба це грамотно робити. І именно целенаправленно, а не так, щоб всі кричали, і нічого ж не услышно. У мене це коркоювання. Власне, званите, пожалуйста, але розговор ми висновили будемо закінчити вже в следующій частиці програми, а зараз реклама. АПЛОДИСМЕНТЫ це є дуже важливі речі. АПЛОДИСМЕНТО – це всі люди, я відбуваю, що вибіли із-за цього дела. У мене нет таких оснований. АПЛОДИСМЕНТО – це відбувається. АПЛОДИСМЕНТО – це відбувається. АПЛОДИСМЕНТО – це відбувається. АПЛОДИСМЕНТО – це відбувається на ДЕЛО Надежды Савченко і на ДЕЛО ДРУГИЕ ДЕЛА. В тому часі, якщо по итогам переговорів форматом освобождения Надежды буде відбуваний формат обмена її на Александрова Ерофеєва, очевидно, що необхідність сміни составу защиты в цьому процесі, в процесі Александрова Ерофеєва, в Україні, може оттягнути срок, коли їм буде відбуваний приговор і послужить препятствием затяжки по времени вот цього обмена. Це перша опасності. Друге, ми з колегами… Возможна і перша причина – це смерть. Я не хочу спекуляцій. Давайте подождемо хоча б перших проверенных данних на цей счет. Я хочу сказати, що ми з колегами тож постоянно получаємо угрозу. Це нормально, це частина наші робота. Ви получаєте угрозу? Ну, в першу чергу, в соцсетях. Я не хочу кричать «Волки». Я не хочу бути мальчиком, який кричав «Волки» і потеряв у результаті доверия. Ніби чесне правосуддя. І це, знову ж таки, на внутрішнього споживача в Росії, скоріше всього. І ми передбачаємо сьогодні навіть обговорю з багатьма політиками про те, що це, можливо, навіть інсунація з боку Росії, яка хоче показати, що Савченко в Росії отримала суд, а в Україні адвокатів убивають за те, що вони представляють інтереси військовополонених. Тому тут треба і під цим. Путін дуже символічна людина. І ми на сьогоднішній день говоримо про ту ж зустріч учора, яка відбувалася, скажімо, в Штанмаєр, Керрі в Москві, і на фоні цього тероризм в Брюсселі. Це те ж саме міняє формат спілкування. Тому тут більш ширше, я би подивився, я згоден з адвокатом про те, що немає права адвокат, який захищає людину, бути вбитим, але я би на цю ситуацію дивився більш ширше. Путін – це провокатор. І це дійсно гібридна війна в Україні на сьогоднішній день. І всі ці фактори, вони є елементами гібридної війни проти України. Ви знаєте, Юрій, я би все-таки тут підтримав Ілью, тому що давайте не будемо строити версії і теорії заговору, тому що, ну, смотри, ми вже видим, що... Насправді заговор відбувся з боку Росії проти України. Це правда, це правда, але я кажу, в даному конкретному злучі, щоб потім, опять-таки, російська пропаганда не стала говорити, «Вот, смотрите, подняли шум, а, условно говоря, убийство на бытовій почте». Тому що, смотрите, воєнний прокурор Матіос сказав, що перша його реакція була, що там чуть ли не какая-то операция спецслужб, яка непосередність виконувала, що називається, втемною, і вони не знали, зачем вони це роблять і для чого. А Антон Геращенко, ми показувалися в новостях, сказав, що «убійство на почте – лична неприязня». Давайте дождемся, чтобы, условно говоря, сами себе не подставити. Да, пожалуйста, Виталий. Просто для того, чтобы садить себе у вас. Я сегодня видел на інтерв'ю коллеги убитого адвоката, которая сказала, що їй постійно поступають угрозы. Вона неоднократно обращалась в Службу безопасності України с просьбою дати їй соответствуючого защитника. І ця защиту фізичну, я прошу прощення. І ця защита до сих пор не була предоставлена. По-моєм, сьогодні було сообщення, що предоставили охрану її. Сьогодні я смотрел її інтерв'ю на момент в 8 часів вечора. Этого не було. Тому я полностью солідарен з заявлением господина Новикова, що дійсно права адвокатів повинні в цій ситуації бути максимально соблюдені. І якщо держава розуміло, що, як ви кажете, може бути провокація, то почему цю защиту, навіть якщо це битова і так далі, щоб не підвести под ситуацію, почему це не було зроблено зарані? Я, ви знаєте, вовсім искати таку конспирологію, що це все... На цій неді, коли відбувала страшна трагедія, в Брюсселі, коли наші офіціальні, в тому числі, лица, сказали, що це все рука Москви, я считаю, що при всіх наших складних відношеннях з РФ, це кощунство по відношенню к тем людям, які погибли, і кощунство по відношенню к тому уровню терроризму, який захватываються на сьогоднішній день Європу. І мені здається, що це обсье... Ви не смотріли останній сезон популярного серіалу «Родина» «Хоумленд»? Ой, хоро. Советую посмотреться. Я действительно читал достаточно багато... Нет, там якраз, условно говоря, ісламські екстремісти в Берліні, которых сліпою використовують російські спецслужби, готують террорист. Євгеній, і треба добавити полоній в Лондоні. Можна? Так, будь ласка, ну знали. Я, власне, хочу підтримати голову Служби безпеки України і мого колегу. Справді, Росія сьогодні веде фізичну війну в Україні, а гібридну війну в всьому світі, зокрема в Європі. Ну подивіться, збили турки російський літак, посипалися терористичні акти. В Брюсселі суд на Савченко, терористичний акт. Франція, Німеччина, постійні санкції проти Росії. Німеччина має емігрантів, які там величинство вчиняють. А Франції так само теракт. І однозначно, що сьогодні є Керік в Москві, він має говорити з позиції сили, а не з позиції слабкості якогось компромісу з Путіном. Тому що Путін розуміє тільки силу, і він сам цією силою користується. І ще я хочу додати. Ми з Ільою, пам'ятаєте, ми приїжджали в першу делегацію до Надії Савченко, і вона написала першого листа, як її викрали, тримали в Євроготелі, питали, хотіли зламати. Вона сказала, краще смерть, ніж служити ворогу. Це є справжня героїня. Але найбільша помилка нашої влади – це було йти на Мінські домовленості. Якщо би ми почали з Будапештського формату, якщо би ми почали хоча з Женевського формату. Треба було Кримній здавати. І однозначно, тоді, тоді, можливо, і Савченко, і Кольченко, і Ольга, і Ольга, і Ольга, і Ольга, і Савченко, і Ольга. Поговорилося про звільнення Савченко. Проти Росії, а Америки дати нам летальне оружію. Я просто хочу розуміти, соріентироватися по датам. Вже сьогодні про це говорилося, що влада українська недопрацьовує. От працюють депутати... Я очолю українську делегацію парламентської асамблеї НАТО. Але чому ви не приказали в Європі тогда усилить санкції проти Росії з позиції... Я зі своєї сторони спілкуюся з колегами з Європарламенту, з інших парламентарів світу. Так і вони дослуховуються, і вони реагують. І зараз має наша влада працювати над тим, щоб наша позиція, зокрема українська, щоб надії санкції була набагато сильніше, ніж в даній моменті. Колеги, секундочку, а то потім ніколи в житі мене Помазанов не просить, що я йому зараз не дал слова. Андрей. Ви знаєте, на жаль, я дуже добре розумію цю трагедію, яка сталася, оскільки я до депутатства також займався адвокатською діяльністю, і на мене неодноразово здійснювався і психологічний, і фізичний тиск. Я розумію, що це таке, але ви знаєте, той безпрецедентний випадок, який стався, я в будь-якому випадку можу його пов'язувати тільки з тими політичними справами, які були впроваджені цього адвоката. Я переконаний, що зараз дійсно ми не можемо і не маємо права робити якісь висновки поспішні, але я знаю, що вже є в Генеральної прокуратури інформація про виконавців цих вбивств, вони, наскільки мені відомо, затримані, і я сподіваюся все ж таки, що замовників ми також дізнаємось. Але ми повинні задати собі одне просте питання, кому це було вигідно. Я можу зробити абсолютно сміливу заяву, що в Москві це було абсолютно вигідно, оскільки зараз ми маємо два паралельні процеси. Ми маємо процес над Савченко, який вже начебто закінчився, не можу, правда, назвати його юридичним процесом, оскільки це було виключно судилище, яке не піддавалося жодним процесуальним нормам. Я думаю, що адвокат мене підтримує в цьому питанні. І паралельно ми маємо процес в Україні над двома гейрушниками, яке вже доведено, що вони є громадянами Росії, і що вони безпосередньо вчиняли злочини на догоду Кремля. І зараз вбивство адвоката, його фізичне усунення, воно може вплинути на строки розгляду цієї справи. Оскільки я переконаний, що там вже десятки тумів цих справи, і вони мають це знову почати з нуля. І коли зараз буде підшукуватися новий адвокатський склад, ви знаєте, після цих подій я не впевнений, що всі адвокати, які зараз є в Україні, так легко погодяться. Я впевнений, що треба буде або організовувати фізичний захист безпосередньо органами внутрішніх справ і централізовано це робити, або, власне, ризикувати далі життям наших адвокатів. Дякую за слово. Дякую за слово. Дякую за слово. Дякую за слово. Давайте заканчивать эту тему, господа. Я не знаю, хто стоїть за взрывами в Брюсселе. Вполне возможно, що за ІГИЛ стоїть Росія. Це вполне вероятно. Або не Росія, а Кремль, давайте говорити по-другому. Але давайте не забувати о том, що криміналитет зараз действительно поднял голову. І правоохранителям органам потрібно не займати позицію стороннього наблюдателя, а бути караючим мечом і пресекати цей криміналитет. Інакше в ближайшее время поліція, яка вийшла на вулицю, просто буде нивелірована той волною криміналитету, яка зараз сносить спокійство в Україні. Одне замечання. Ну, насправді, тут почали вже про Брюссель, я просто маю сказати декілька слів, тому що так якраз сталося випадково, що я з делегацією українських парламентарів, українських активістів якраз була в цей час в Брюссельському аеропорту під час першого взриву. От, знаєте, ну, звичайно, ми маємо висловити перш за все своє співчуття тим, хто там загинув і тим, хто поранений. Але страшна іронія в тому, що буквально за 12 годин до того, як це сталося, ми якраз говорили з євродепутатами і з представниками Єврокомісії про те, що от світ не готовий до так званого гібридного тероризму пана Путіна, що Росія спонсорує цей тероризм, що Росія цей тероризм фінансує на території України, що у нас відкритий кордон і ми нічим не можемо цьому зарадити. І якраз мені здається, що от зараз ми взагалі глобально світом маємо перейти до визначення нового тероризму, цього гібридного тероризму. Тут дуже непогано сказав президент Туреччини після от нещодавних терактів в Анкарі, де теж загинуло більше 30 людей, що терорист – це не тільки той, хто кидає бомбу або стріляє в людей, а терорист – це той, хто в тому числі розчерком пера або ручка підписує якісь речі, фінансує тероризм, підтримує його. І якраз змінити треба визначення глобальне цього гібридного тероризму, заарештовувати і академіків за пропагандою, як це зробив президент Туреччини в Туреччині, і депутатів, які в своїх висловлюваннях цей тероризм підбурюють або взагалі допомагають і пропагандують сепаратизм і тероризм. Ну і тут якраз це той момент, де має діяти дуже чітко, мені здається, наш МЗС, президент, тому що це той момент, де світ має просто страшенно обуритися цим. А у нас, на жаль, відбувається так, коли ми їдемо в зону АТО, у нас суди відпускають сепаратистів через так звану підставу, тому що ДНР та ЛНР не визнано терористичною організацією офіційно. Ну і тут ми взагалі не справляємося з тією гібридною війною, і з тією гібридною терористичною організацією, яка зараз, ну і є, на жаль, вибачте, Російська Федерація. Я тут коротке заміщання, тут зовсім зглася, але тільки важливо не переходити грань. От в політтехнології є такий закон. Чим ви більше демонізуєте, тим ви більше легітимізуєте. Тому що, виходить, що Путін всесильний, що Росія всесильна, що тільки везде ось ці заговори, ми живемо в окруженні врага, тому що тут треба якось в меру, от, дійсно, більш скрупулізно деталі изучати, треба зробити все, щоб прахоронційні розслідували ось це вбільство Гробовського, щоб четко ми розуміли, тут політика, або тут кримінал. Тому що спекуляцій зараз, ну, дуже багато, багато зробити. Це правильно. Дякую, важливе заміщення. Доспода, ну, дивіться, я все-таки в конце програми хочу вернуться к тому, с чого ми почали. Знаєте, ми завжди проводимо голосування на нашому сайті, на сайті подробностей, і, собственно говоря, у нас був вопрос, предложен нашим зрителям, посетителям сайта, яким должен быть новий кабін, хто його должен составити. Нам було інтересно, какую версію підтримує рідовій телезритель? Варианты шикарні. Кого? Безпортийних тимсократів, професіональних політиків, іностранних легіонерів, чи все-таки... Пусть все решат выборы. Пусть все решат выборы. Пусть все решат выборы. 100% так. А ви що думаєте? Я просто считаю, що якщо таки удасться протолкнути Владимира Борисовича, то, учитывая скупість нашого президента, я думаю, що він буде робити все, щоб він остався до конца своєї каденції. А все-таки, як ви думаєте, Іосиф, що вибирає зрителя? Версія получила наибольшу підтримку? Версія скоріка. Я думаю, що пусть выборы решат, наверное. Люди надеються на выборы. А ви думаєте, що... Уже, мої друзі, давайте ми не будем все-таки піднімати високу температуру, вона і так у нас слишком висока. Ну, безусловно, в такому вигляді, в якому поставимо вопрос, є все-таки, давайте будемо отговорити правді в глаза, нам отменить опрос, або що нам делать? Євні елемент манипуляції в формуванному вопросі. В любому влічі, ми сьогодні должны дати мощний сигнал нашим... Тільки що довго говорили о том, що конспирологію треба искоренять. Вопрос в выходе з долгого политического кризиса все-таки сошел з мертвой точки. Є свет в конце цього туннеля. Безусловно, нельзя сохранитися о том, що у нас будуть іностранні легіонери, поскольку не може бути правителем України, чоловік, який не має національної ідентичності. Це факт, це правда, тому що... Тобто ви відмовляєте національної ідентичності? Безусловно, без партийних технократів теж невозможно, тому що нам сьогодні необхідні все-таки не просто урядовці і атаманщини, а нам необхідні дисциплінированне, исповнительне правительство, яке буде дисциплінировано, виконувати те технічні задання, які сформують будуща коаліція Верховного Союзу України. Я считаю, що Владимир Борисович Гройсман є тим чоловіком, який зможуть сшити український парламент. Є у нього на це ще соответствуючий опит. І безусловно, для цього нам необхідно сформувати від фракції коаліції, які будуть сформувати на демократичній основі, технічні постраджування. Максим, ну все, щоб разрешити, нам узнаємо, що відповідали зрители. А о чому він до цього не сшивав? Ну вот Гройсман. Ну вот почему? Знаєте, на нашому пирожному, яке слепила наша политічна кухня, не хватає саме главная вишня. Да не, не политічна кухня. Це заявлення по ставці Арсенія Петровича Яценюка. Я думаю, що ми з вами вдома. Только ще заготовок у вас осталось. Ви дайте все, пожалуйста, ну продовжуйте. Слухайте, Максим. Ну знаєте, беріть пример з тяжкої судьби, замечательный Марко Рубіо, да? Такой был хороший кандидат в президенты. Но исключительно погорел на том, що у нього були сплошні там словесні заготовки. Знаєте, не путати заготовки з позицій. Це дуже важливий. Позвольте висловити свою відповідальність. Да хорошо, давайте посмотрим. Давайте результаты. Я це готова, я хочу прощатися. Ну давайте, давайте. Так, вже все. Ну все. Але я підтримую. Знаєте, у нас 38% виборів не рішують. Але я хочу сказати, чому ця позиція? У нас зараз, за результатами соціологічних опитувань центру Розумкова, більше 50% дійсно бажають перевиборів парламенту. Це є соціальне дослідження. Але я хочу сказати, ви на початку програми сказали, як можна розрішити цю урядову кризу. Так от саме в цьому криється відповідь. Немає урядової кризи. У нас є криза взагалі політична. У нас є криза довіри до парламенту, криза довіри до уряду, і криза довіри до президенту. А також ми не повинні забувати про кризу досудової гілки влади. Отже, ми зараз отримуємо такі результати виключно через те, що зараз якраз півтора місяця вже відбуваються політичні чвари. Немає політичної волі на те, щоб вирішити і поставити крапку. І якраз зараз у нас тільки є час, щоб не відбулися ці 39%. У нас є час до вівторка, власне, погодитися з президентом, виконати ті умови, про які зараз говорить прем'єр-міністр, діючий і Народний фронт, і, власне, всі фракції, які перебували в європейській коаліції. Якщо є вимога громадян обрати нового прем'єра, якщо є вимога зробити новий Кабмін, але з такою програмою, щоб отам ті відсотки більше не з'являлись. Ну, смотрите, я обращаю ваше внимание, господа, буквально там полминуты. Смотрите, популярність ідеї составити кабінет із професіональних політиків, т.е. по квотному принципу от представителей партии, примерно такая же, як ідея, там, давайте составимо правительство із условних іностранних легіонерів. А вот беспартийні технократы на второму місці. А вот беспартийні технократы на второму місці. А чому це говорить, як ви думаєте? Мені здається, що це говорить про те, що люди хочуть безпартийних технократів, але вони розуміють, що цього не буде, будуть політики, а тому все вирішить вибори. Ну, я ж таке, що це за поняття? Слухайте, дея, люди дуже добре все розуміють. У нас очень часто технократы, який, хто в Ізбуке наиболее получається лайков і постів. Так, справедливіе замечання. Беспартийні технократы повинні мають бути іностранні легіонери. А іностранні легіонери – це почти одно і то же. Тому, якщо скласти, це буде більше, до речі, ніж варіант пусть вибори рішати. Я хотіла сказати, просто прокоментувати це. Мені здається, що якщо людина покладається на вибори, це більш така реактивна позиція. Тобто я поспостерігаю, як там воно якось вирішиться. Але я не хочу брати в цьому участь, ну, принаймні, бо я на себе відповідальність не хочу за це брати. А от якраз позиція запропонувати когось. І позиції безпартійні технократи, іноземні легіонери, там умовно, але не професійні політики. Мені би не хотілося б професійних політиків бачити в Кабміні, бо вони будуть просто будувати свою політичну кар'єру. От позиція, ті позиції, мені здається, що це проактивна якраз позиція людей. І ті, хто по своєму життю звикли брати на себе відповідальність і нести відповідні зобов'язання, вони, власне, так і голосують. І мені, я думаю, що і серед нас так само політики можна розділити за, власне, тим вибором, який вони можуть обрати. І, власне, це покаже просто, що ми політики або активні, або реактивні, які просто спостерігають, як там труб свого ворога проплаве біля нас. Я хотів би тож спробувати розшифровати це. Я б сказав це так, що, першу, в будь-якому правительстві повинні бути професіональні політики. Це принцип будь-якого правительства. І зараз, якщо дивитися на те, що відбувається у нас, якщо брати це як розв'язок общества, то практично в нашу систему політичну верять не більше 18%. Все остальні, ті, які за вибори, ті, які за легіонерів і технократів, вони, по суті, голосують проти системи. Вони голосують як недоверію к тим політикам, які у нас зараз є. Или політичним партиям. Или політичним партиям. І це, в общем-то, говорить о серйознішем кризисі. Тобто всього, особливо учитывая то, що, якщо ми почнемо соглашатися чи не соглашатися, хто у нас професіональні політики, які достойні бути в Кабміні, то окажеться ще менше якесь число. І ці цифри дуже добре показують той кризис, в якому ми з'явились. Я думаю, в Україні должно появиться какое-то правительство, которое, по сути, получит шанс. І якщо його не зроблять, то будуть вибори. Ну хорошо, Саш, скажіть, секунду, секунду. Саш, просто скажіть, у нас є реальна ситуація, реальна картина. Скорее всего, Гройсман, но вдруг вернется вариант Ерейська. Вот какой вам вариант представляется из двух наименьшим злом? Или, может быть, Арсений Петрович все-таки лучше оставит? Я жил в Чехії, когда они делали технократическое правительство. У нас есть еще один вариант, который длится уже почти два месяца. У нас Яценюк может еще не длится. Я жил в Чехії, когда у них ввели технократическое правительство, Йозефа Тышовского, бывшего центрального банкира. И тогда они прошли через три кандидата, трех кандидатов на премьер-министры. Парламент не смог утвердить ни одного. И согласились на Ташовском при условии, что через полгода будут выборы. И Ташовский, он не делал реформ. Полгода он делал достаточно хорошее, то, что называется, gatekeeping. Он просто держал все вещи в своем этом. И я могу себе представить, что Гройсман придет и будет пробовать как-то реформировать что-то. Я сомневаюсь, что у него от парламента будет воля политическая. Я думаю, что вполне возможно, будет еще какая-то кандидатура, как вот, скажем, Ташовский в случае Чехии. Сейчас, секунду. В случае Чехии Ташовский появился неоткуда. Он появился, когда пришел один кандидат, второй кандидат, ни на ком не могли согласиться. И вот, наконец-то, появилась фигура, которая никак никуда не вписывалась. И он оказался вполне удачливым. Он был хорошим. Полгода пробыл. Его приглашали в партию. Он отказался. И он сказал, я технократ, я ухожу в бизнес и больше никогда политикой не буду заниматься. Там у них это сработало. Ну, а можно вопрос? А Чехия тогда... Чехия в это время была уже членом Европейского союза? Нет, еще не было. У Чехии была ассоциация. Ассоциация. И у них был тоже, в общем-то, разделен... И президент? Кто у них был президент? В то время, если я не ошибаюсь, был Гавил. Но у него были абсолютно маленькие функции. Он не мог ничего продавать. Он моральный авторитет был. Он, естественно, был авторитетом. Но он не вмешивался в политику. У меня как раз вопрос. Проблема главная. Которая объединяла нацию, это главное было. Вот Виктория подняла вопрос. Смотрите. Почему в Европе профессиональные политики приходят во власть делать политику? Потому что любая отрасль должна работать в какой-то политике. Почему у нас политики приходят во власть делать не политику, в правильном понимании этого слова, а делать политическую карьеру? Вот же в чем проблема. Как заставить политика заниматься политикой, а не собственной политической карьерой? Может, надо начать с построения политических партий в Украине, идеологических, которые будут поддерживать эту идеологию, которые будут иметь программу, соответственно, к этой идеологии. Тогда, возможно, кандидаты, соответственно, политические в Кабмине будут выполнять свою функцию построения идеологии, которую они заявили. Простите, пожалуйста, а можно вопрос всем задам? Я вдруг, слушая Сашу и его воспоминания о Чехии, вспомнил Россию в 1998 год, когда политику там лихорадило весь год. Сначала не могли Сергея Кириенко назначить премьер-министром, когда Ельцин захотел Черномырдина уволить. С большим трудом, с третьей попытки всё-таки назначили. Он там просидел буквально три месяца и вынужден был уйти в отставку. Потом Ельцин хотел вернуть Черномырдина. Две попытки окончились ничем. И вдруг все хлопнули по лбу. Сказали, о! Немцов. Нет. Примаков. Примаков. И Примаков там, ну, ура, прошёл. И, кстати, его правительство довольно быстро тогда справилось с кризисом. Но это второй случай. Нет, секунду, а вот я хочу сказать, а нет ли такого вот забытого политика в Украине, которого можно было, знаете, вот вытащить? Я боюсь как раз, что нет. У нас ситуация ближе к Гайдару. Ближе к Гайдару у нас ситуация сейчас. Ставка на команду, на молодых, на новые лица. Нет, я конкретный вопрос задал. Смотрите, у нас просто политика нет. Нет ли какого-то политического деятеля в Украине, про которого мы просто забываем. Ехануров, пожалуйста. Евгений, а может быть имеет смысл воспользоваться вот всеми тремя вопросами, чтобы будущий кабинет министров составила сборная беспартийных технократов, профессиональных политиков и иностранных политиков? Вы не отвечаете на мой вопрос, простите. Да есть, только никто не хочет смотреть. Ну, Ехануров, что плохой пример был, плохой. А у нас всё-таки система старая. Мы же говорим о новом, мы же говорим о реформах, мы говорим о либерализации какой-то. Ехануров это человек старой формации. Любой человек, когда человек старой формации. Евгений Алексеевич сказал, но Примаков тоже старой формации. Слушайте, ну мы не куда-то, 98-й год и 2016. Я как-то премьера говорю. Без вариантов. Мы тоже государственный деятель в стране. Сегодня еще можно коммуникацию с парламентом обеспечить. Вот это очень важно. Ну, кто-то говорил там, а давайте назначим... Но Примаков обеспечил. А кто и Буройсман сегодня сможет обеспечить. Коллеги, послушайте, все, кто говорил, никто не сказал, что у нас не политический кризис. Да, все сказали, политический кризис. Если кризис политический, то выход из него может быть политический. С помощью политических инструментов. Технический кабинет, Александр о нем говорил, как пример одной из стран, где был технический кабинет. По определению, он может выполнить две функции. Выиграть время для подготовки к выборам, согласованно, и период заранее. Или дать какое-то время политическим силам, какую-то преодолеть внутренний конфликт, реконфигурацию в парламенте. Это по определению технический кабинет. Любой технический кабинет это недолгожитель. Поэтому, если мы серьезно говорим, нужно как бы логику выстраивать. Если точка отправления в стране политический кризис, решение этого кризиса может быть тоже политическим. Что такое политическое решение? Вариант следующей недели может или не может быть сформирован в такой политический кабинет. Посмотрим. Мое глубокое убеждение. Независимо от того, будет он сформирован или нет. Но тенденция такова, и вы и дали последние сведения Центра Разумкова. Он ненадолго. Что это не будет тоже долго. Поэтому политический, нормальный, демократический вариант разрешения политического кризиса это выборы. Но, нужно нам вместе подумать. А что нужно все вместе сделать, чтобы результат этих выборов не привел к повторению того же самого, но уже в худшей ситуации. Вот этот вопрос, я думаю, реально, который стоит обсуждать. Совершенно верно. И что, какие ваши предложения? А какие ваши предложения? Есть идеи на все еще? Ну, смотрите. Мы говорим, вот тема коррупции, она как-то не звучала. Говорили там о росте преступности и так далее. Но реально, что людей достает сейчас, это то, что два года после революции коррупция как минимум остается на том же уровне, если не больше в отдельных секторах. Вот что достает. Но есть элемент политической коррупции, потому что коррупция это такое всепроникающее явление. Она не только там на железной дороге или где-то еще, или в милиции, или в судах. Она и в политическом классе. Электоральная коррупция. Поэтому мы должны говорить закон о выборах, который сейчас дает возможность. Борислав оживился очень на словах политическая коррупция. Это смешанная система, часть мажоритарная. Мы очень оживились, Борислав, на словах политической коррупции. И если мы согласны с этим, мы должны поддержать пропорциональный закон, который позволит и партиям, вы говорили об этом, стать на ноги более серьезно. Но этого недостаточно. Мы приняли закон о государственном финансировании партии. Очень важно, чтобы этот закон исполнялся. И очевидно, что есть многие другие вещи, которые реально выводят страну из кризиса. Господа, я хочу сказать, что в таком случае только выборы могут помочь ситуации. Как минимум придут новые лица. Придут. Хотят или не хотят старые политики, парламент должен обновляться. Раньше нормальных, адекватных в парламенте было пару человек. Сейчас уже несколько десятков. Дай бог, будет пару сотен. Украина должна пройти по этому пути. Я в это верю. Я могу сказать, что я выборов не боюсь. И вам не стоит бояться. Политическая коррупция наказывается не переизбранием. Если нам нечего бояться, мы идем на выборы. Народ разверился в политиках. Народ хочет людей действия. Народ хочет тех, которые не будут играть в политические игры, а которые действительно вернут Украину государственное русло. И самое главное в этой ситуации, это то, что... Поймите, когда рассказывают, что в Украине кризис с лидерами, все гораздо проще. Лидеры есть. Их просто нужно выбрать. Последнее слово у Ильи. Как посторонний человек, я хочу сказать очень короткую мысль. Я вам дико завидую. Вы не знаете, кто у вас через неделю будет во власти. И вы называете это кризис. Это счастье на самом деле. Нам бы еще жить, по-моему, лучше. Спасибо. Извините, ради бога, наше время подошло к концу. Если кто-то не успел высказаться, как говорится, кто не спрятался, я не виноват. Увидимся, надеюсь, в этой студии через неделю. Всего доброго. Спасибо.